Всем привет! Сегодня четверг, 28 ноября. Как обычно, по четвергам мы собираемся на нашей кухне, чтобы обсудить последние события в футболе на Юго-Западе. С вами буду я, Михаил Першин. И Антон Погодин, здравствуйте. Сегодня мы обсудим нашу Еврокубковую, с позволения сказать, компанию, которая, к сожалению, бесславно закончилась для наших трех клубов. Это если мы берем Большую Москву, также обсудим выступления на Малой Москве наших трех коллективов. Обсудим высший дивизион, обсудим первый дивизион. Один гость у нас сегодня будет в студии, главный тренер сборной команды Юго-Запада и главный тренер команды столицы Артель Юрий Бамин. Он чуть попозже к нам присоединится. Ну а начнем мы с Еврокубков. Сразу же в бой с Лиги Чемпионов, группа А, звездочки. Для команды это был как последний бой. Необходимо было обыгрывать тройку. Команда, которая, мы уже неоднократно об этом говорили, лидирует в общемосковском рейтинге клубов, который пока не поменялся. Возможно, он поменяется, будет обновленный рейтинг уже в декабре. Возможно, там Титан займет какие-то лидирующие позиции после чемпионства. Но так или иначе, пока тройка на первом месте. И тройка не смогла доехать до медалей на чемпионате России. Матчи за третье место ЦДК не уступили. Тройке нужно было тоже побеждать, чтобы гарантированно занимать первое место в группе. И у звездочек многое зависело от еще... Даже если бы звездочки победили тройку, то очень многое зависело бы от результата соперников по группе. Там Бобр играл с Динамо. И чтобы остаться в еврокубковой весне, звездочкам необходимо было побеждать. И чтобы Динамо как можно крупнее проигрывало Бобру. Но в итоге не случилось ни того, ни другого. Звездочки проиграли. Динамо крупно, неожиданно крупно победил Бобр. Победил Бобр на северо-западе. По звездочкам что можно сказать. Ребята ввели 2-1. Дубль Цирина мы увидели. И потом, после первого тайма, команда ввела со счетом 2-1. И потом, в течение 8 минут, трижды футболисты тройки, Рогов дважды, и Семенов с передачи того же Рогова делают счет 4-2 в пользу тройки. Бросается в глаза состав звездочек. В субботу они играют в чемпионате против Заряда. Эту игру мы попозже обсудим. Играет один состав против тройки, против команды, где нужна необходима победа. Все или ничего на кону. Появляются другие люди. Нет, они намного, может быть, и лучше, и качественнее. Это и Михаил Маркин появляется, и Андрей Некрасов. Но, мне кажется, вратарская тема становится актуальной для звездочек. Конечно же, когда в воротах Гаврилов один разговор, а здесь Станислав Рожнев, тоже хороший галкипер с опытовым выступлением в первой молодежной сборной Юго-Запада. Но не в таком тонусе он, как основной галкипер звездочек, что он и показал матчи с Динамо в домашнем. И вот Зарядом в субботу об игре тоже несколько классных спасений, надежно ловил намертво мячи, которые, может, другой вратарь отбил. Ну, вот, в целом, можно подытожить как-то, наверное, выступление звездочек. У тебя вот мнение какое, Антон, по этому поводу? Ну, мне кажется, все решила прошлая игра перед этим уже с Бобром, когда дома проиграли 4-1. И, в принципе, тут что-то ожидать от звездочек на выезде с тройкой мы надеялись, но мы прекрасно отдавали себе отчет, что тройка попала в число четырех лучших команд России. И, в принципе, Лига Чемпионов такой турнир, где идеально можно как-то отыграться на ком-то. Тем более, три звездочки не самый тяжелый оппонент для тройки, исходя даже из счета в первом матче. И, мне кажется, звездочки пока еще не дотягивают до уровня лучших команд России. И, в принципе, на контрасте, может быть, благодаря этому, после вот этих вот интенсивных игр, которые не так давно были в Сочи, не так тяжело было обыграть звездочки. И знаешь, в чем еще, что удивило в этой игре, что обычно звездочки приучили нас к тому, что первый тайм они заваливают, второй переворачивают. В этой игре произошло с точностью наоборот, несмотря на победу в первом тайме, итог был 4-2. Ну, отметим дубль, получается, сразу трех игроков. Это Цирина в составе звездочек. Ну, надо оговаривать, потому что, мало ли, кто-то может подумать, что Артем Цирин вышел и два забил. Да. Потом дубль в составе тройки. Это Семенова, Артема и Рогова, Александра, которые в этой игре помимо дубля отметились еще по голевой передаче друг на друга. Ну, все по делу. Тройку можно поздравить с выходом, звездочком. Ну, в принципе, я думаю, все равно будут проделаны какие-то орг-выводы после этого. Может, более ответственно где-то к следующим играм. Я не знаю, с чем связано отсутствие лучшего вратаря. Но это, как говорится, тут нет сослагательного наклонения. Это уже, как у нас любят говорить, это уже ваши проблемы. Кто у вас не приехал, кто не доехал. Итог. На звездочке последнее место. Тройка с первого места выходит. Ну, красивый матч. Подытожил результаты в этой группе. Все. Ну, в целом, да. Но мне кажется, что звездочки заматереют. Потом не будем забывать о том, что перестраивается игра в нападении у команды после ухода Артема Севастьянова. Будут искать какие-то варианты и на трансферном рынке, я думаю, МГУшники. И справятся. Почему-то я уверен, что в следующем сезоне звездочки будут играть в Еврокубках. Неизвестно, в каком турнире. Будет это Лига Чемпионов или Кубок ЛФЛ. К сожалению, квота у нас будет, видимо, такая же, как и в этом сезоне. То есть, 1 плюс 2. Может быть, конечно, помогут нам клубы, которые в Лиге и Кубке Москвы выступают. Может быть, сборные дадут какие-то очки, чтобы, даже если Лига по рейтингу будет на седьмое место, то уже квота 1 плюс 3 уже получше. Мне кажется, все равно, что звездочки доедут до Еврокубков. Ну, а там уже опыт, который получен. Как не рассматривались звездочки президента на Еврокубке на следующий сезон? Если это, давайте не будем забывать, все-таки действующий чемпион. Действующий чемпион. И сейчас дела у команды налаживаются. Там была пробуксовка. Но это мы, наверное, в следующем блоке уже более подробно обсудим. Закончим о Лиге чемпионов, наверное, с такими сообщениями, что и чемпион России Титан, и один из грандов западной лиги Мега Титан, и супер гранд, и бронзовый призер чемпионата России ЦДК вылетели из Лиги чемпионов. Все они отправились в кубок ЛФЛ. То есть, там очень напряженный турнир ожидается. К сожалению, нашего представительства там тоже не будет. Но показывает уровень турнира Лиги чемпионов, что если чемпионы России, бронзовый чемпионы России не выходят из своих групп, это здорово. Турнир реально сильный. И звездочкам не отчаиваться. Молодцы, попробовали. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Ну, знаешь, еще, как любят у нас говорить, может, с третьей попытки получится. Да, бог любит троицу два года подряд. Может, кто знает, может, изгруппывайте. Изгруппывайте. Розыгрышевайте, потому что шороху навести. Всякое бывает. ДК, допустим, о котором ты уже упомянул, прошлогодний финалист. Лиги чемпионов. В этом году они не выиграли. А может, почему нет? Может, в следующем розыгрыше уже три звездочки смогут также удивить и дойти до финала. Почему нет? Согласен. Очень много зависит будет от селекционной работы. Конечно же. Хоть там у нас и ходят слухи, что на игузах, где там не хотят какие-то игроки играть, но мне кажется, что это все беспочвенно. Это просто чьи-то личные мнения. А если без тебя зовут, мне кажется, тебе предлагают нормальные условия, то ты не будешь играть. Тем более у нас по условиям явно не худший. Лига. Согласен. Переходим к Кубку ЛФЛ. Там фиаско. Назовем вещи своими именами. В тайме от выхода в, так сказать, не в весну, а в плей-офф. Потому что, дабы еще одну игру плей-офф, пришлось бы играть любителям было. 5-0 вели они в матче с Трансгарантом. На последней минуте первый тайм пропускают, они 5-1 становится счет. И что случилось во втором тайме? Мне кажется, нам никто не объяснит. 0-8 проиграть. Я даже не знаю, что комментировать в этой ситуации. Но честно анализировал после вчерашнего, долго и вчера, и сегодня даже. И вот несколько дней после этого не могу объяснить что-то, что там какой-то яркий провал, что-то там, или там, не знаю, травма игроков, или там, удаление, или там, не знаю, судейство, там еще все что угодно, да? Вот любую причину, которую можно привести в плане мелочей футбольных, которые влияют на результат. Непонятно. Вообще, как будто другая команда вышла просто во втором тайме. 0-8 тайм сыграли, и как быть их спокойно 5-9 и только и поехали домой. Не знаю, слышал я выражение после игры на скамейке любителей, что у нас ребята походу в перерыве уже выиграли игру и вышли в следующий раунд. Слышал я такое выражение, ну, может быть, вот в этом кроется психология. Мы говорили с тобой, и говорим о некоторых матчах регулярного даже чемпионата, да, то, что люди выиграют там по 5-6, и иногда происходят камбэки. Вот это вот тот яркий пример, когда все возможно с 0-5, 5-9 даже розыгрыша на Москву. Это показатель того, что другим командам, которые там отчаиваются, знаешь, бросают играть, там 4-5 получают 11-13, ребят, вот вам результат, с 5-0, 9-5 можно выиграть. Нет, можно, конечно, и выиграть. Любитель устраивал любая победа с разницей в два мяча, то есть там, например, 5-3 же они проиграли первую игру, на Востоке, получается 5-2 выигрывай, и как выяснилось, как мы и прогнозировали, Феникс обыграл беду, и все в твоих руках, ты выходишь в плей-офф, но что-то не срослось как-то, и даже, ну, какой-то момент, вот, мне кажется, там вот с 36-й по 39-ю минуту три мяча, там автогол, и Грачев дважды поражает ворота любителей, еще становится 5-4, наверное, надо идти уже самим забивать, и, ну, в общем, как-то... вот, честно, между стороны, я смотрел за этой игрой, как-то очень, знаешь, все просто, Трансгарант забивал мячи, там, ну, очень как-то просто, реально, знаешь, кто-то не хотел так... я не поверю в то, что любители не хотели играть и выходить, не поверю, не поверю, но какие голы забивал Трансгарант, такое ощущение, что реально, знаешь, вот ребята бросили играть, не поверю, опять же, повторюсь, что они это сделали, но со стороны выглядело так, вот, не знаю, 2,5-9, ну, 8-0 тайм, отметим, первым таймом тоже там, мне кажется, голкипер Трансгарант Сергей Сидорко тоже не хотел в поюху ходить, он сделал все возможное, как бы, для того, что... четвертый мяч, там, а третий, когда перекладин, там мяч, 50 метров летел, перекладина, да и там, в принципе, ударки по центру, по центру, где-то не видно, да, мы не будем критиковать, это, наверное, прекрасный голкипер, раз он освещает цвета такой команды, но, видимо, не день его, как бы, получается, может еще что-то, может солнце в глаза светило, но, конечно, не самая удачная игра голкипер, именно Трансгаранта мы отмечаем, но 0,8 тайм, возвращаемся к этому, это, конечно, катастрофа, это получается, в среднем, по 4 минуты на гол, да, это очень много, это очень много, давай победителям слова, Георгий Третьяков, игрок Трансгарант, послушаем его, Георгий, поздравляю с уверенной победой, скажи, почему так начали, 5-0, не очень уверенно, начали с 0,5, наверное, не размялись, любим так частенько, тяжело начинать матч, но в итоге подсобрались, и на втором тайме забили свои голы, готовились к любителям здесь? Ну, Лига Европы, такой турнир, здесь все, как тем, к ним нужно готовиться, поэтому, конечно, готовились, но, вот, видимо, не очень хорошо, раз так начали матч. Спасибо, ну, желаю дальше выступить, хорошо. Спасибо. Ну, и в целом-то, наверное, просто мы подытожим, что у нас происходит в группе, в этой, да, это у нас группа А, Феникс ее выигрывает с 14 очками, Трансгарант с 10 идет в плей-офф, с другими командами, занявшие второе место, это беда на третьем месте с 5 очками, любители с 4 очками заканчивают, конечно, почему-то думал я, что любители поборются, но в тайме от выхода были, не хватило чего-то, я думаю, выводы будут сделаны, команда играющая, команда одна из ведущих на юго-западе, я думаю, наладится что-то, может быть, опять же, трансферные какие-то будут изменения, хотя любители крайне редко идут на какую-то хирургию состава. Ну, у Владимира не только не было центрального защитника, еще можно, Никита Зиновьев, но если мы говорим про идею, пропущен, то в принципе, как бы, ну, одного человека, не было опорника, Марата Мустаффин, то есть, в принципе, при 5-0 можно было, наверное, как-то и перестроить обраниченную игру, но для этого не было элементарно резерв, по-моему, 2 или 3 скамейки запасных было всего человека, ну, опять же, по сравнению с тремя звездочками, если аналогичный чемпион, проводить, как они сыграли, да, обе команды проиграли, там мы сетаем на то, что на опытных игроков сделают ставку против тройки и не было там состава, да, там вратаря, то здесь тоже, ну, можно так найти себе какое-то мини-утешение в том, что не было опорника и центрального защитника, ну, как бы, все равно факт остается фактом, ну, больше нечего говорить, да, они сами сделают выводы, и в следующих своих, я думаю, выступлениях на Москву покажут более позитивный результат. Более позитивный результат, тем более в том году был плей-офф, там, там, не совсем удачное выступление было, но это не важно, главное он был, здесь была надежда в последнем туре еще, что удастся, не получилось, жаль, ну, можно сконцентрироваться теперь на выступлениях в внутреннем чемпионате. Согласен. Давай, к чемпионату, чемпионат уже перед шестым туром никаких шансов не имел, ноль очков было в активе у команды, у Аэрофлота, их соперников с Севером, наоборот, была мотивация в случае победы и неудачи экспоторга в матче с CDN, что вполне могло быть, потому что CDN 5 игр с 5 выигрывало, а Аэрофлот там под дополнительным показателем мог выйти, им нужна была только победа, которая не случилась, чемпионат молодцы, вышли на эмоциях, вышли с целью не закончить с баранкой этот групповой этап. Скажи нам, что там было, ты как непосредственный участник событий. Честно могу сказать, что чемпионат полностью владел инициативой в матче с Аэрофлотом, то есть нападающий Аэрофлота редко принимал вообще мяч, а издотягивался, это было в такой навязанной борьбе, что там сделать что-то и создать было проблематично. В конце, разве что, когда бою доострая игра, была чемпионат, несколько выходов 3 в 1 не забил, я только вот так могу сказать, то есть счет 5-3 мог быть и 7-3, и 8-3, то есть полностью контролировали игру, Савченко Антон, как всегда выделялся, он и гол забил, иголевая передача отметился, и вообще дирижировал хорошо такой, чем действиями своей команды. то есть все, тут вот знаешь, вот 100 из 100, то что тут другого победителя в этой игре быть не могло, то есть все за чемпионат, единственное, после игры я разговаривал с Виктором Беловым, сказал, видеть, ну, честно, по-человечески, я говорю, охота вам дать подзатыльник за первые 5 матчей. Он говорит, ну, не было состава, вы все видели, если бы вот тот состав, который был в последнем матче с Аэрофлотом, был у них в первому туру, не знаю. Ну, видишь, чемпионат, большие потрясения. Собирался, собирался, да, у него вот... Уход лидеров, поиск новых лидеров, там, понятно, остались там Савченко, не забываем, что и в трансферное окно и голкипер основной Саулов был потерян в Шальные на повышение, ну, как там, на повышение, не на повышение, ну, к своему тренеру он пошел, потому что он уже играл у Дмитрия Шалина в Меркурии. Ну, это мы давай все, когда будем о вышке, мы все перескакиваем. Давай слово Алексею Тошибаеву, игроку чемпионата. Алексей, поздравляю с победой. Расскажи об игре. Очень хороший соперник был. Им нужна была только победа для того, чтобы выйти. А для нас эта игра уже ничего не решала, и мы вышли поиграть в кайф. Но в итоге, как бы, все удовольствие от футбола все равно получили. Ну, за пацанов жаль, но это футбол. Здесь, если не побеждаешь, то и не надо выходить. Спасибо. С победой. Желаю удачи. Ну вот, можно констатировать, группа Аш, ЦДН ее выигрывает, 15 очков, Экспоторг 12 очков, Аэрофлот 6, и чемпионат 3 очка. Замыкает эту турнирную таблицу, но сейчас ребятам главное сконцентрироваться на турнирной ситуации в первом дивизионе. Есть все предпосылки к тому, что будет прямой выход, выйти, посмотреть по составу. Там, может быть, если чемпионат будет, вышки и лидеры вернутся прошлогодние. И будем наблюдать за этой командой. Если, конечно, новых потрясений не случится, чему мы, конечно же, искренне не желаем Виктору Белову. Будем надеяться, что появится какая-то стабильность. Согласен. Давай вернемся к событиям недельной давности и вспомним, что у нас происходило в Лиге Москвы. В прошлой передаче обсуждали мы вот это противостояние Запад-Юго-Запад. Ну и, наконец-то, наконец-то это случилось. Трейдер Тим Гуфс обыгрывает на выезде Портер со счетом 3-2. Так вот, победа трейдера 3-2. Иван Каландадзе и Павел Артюнян. Иван Каландадзе во втором тайме. Один бой после первого тайма Портер Велла. И потом Иван Каландадзе и дважды Павел Артюнян. Мне очень понравился второй мяч. Трейдер и первые Павла в этой игре. Дальний удар. Там, знаешь, такой получился с левой, по-моему, ноги в дальний от вратаря угол. Вообще Артюнян много забивает. Это мы обсудим, когда будем первый дивизион обсуждать. Ну и третий гол на 56-й минуте. Тоже Каландадзе дает хорошую передачу Артюнян. Артюнян там не сближается с вратарем и прошивает его 3-2. Мы очень рады за трейдер. Тоже такая, знаешь, это пила такая. То вверх, то вниз сейчас идет команда. Будем надеяться, что подопечные Владимира Игулешинова обретут в эту стабильность. Очень много, конечно, зависит от состава. Тяжело им на два фронта играть. Ребята есть, которые работают и приходится там где-то смены, графики менять. И тяжело, конечно. Команда очень сильно зависит от лидеров, от своих. Но слава Богу, что так все получилось, что победили футболисты трейдера. Ждем. Теперь ответные победы. Здесь же опять 1 декабря этот матч должен состояться у нас на Верноватке Парк. Приходите, поддержите нашу команду. Это важно и для лиги, и вообще просто для престижа, и для всего. И противостояние Запада и Юго-Запада уже для нас традиционно. В этой группе у нас трейдер после трех туров идет на первом месте. У них получается сейчас 6 очков. Коренева, который мы списали после первой игры, набирает, обыгрывает и Портер и Северный Альянс. Имеет после трех игр также 6 очков. Трейдер за счет домашней победы преимущества в личных встречах идет на первом месте. И Портер и Северный Альянс по 3 очка. Северный Альянс мы помним набрали 3 очка как раз трейдерам. Трейдер там не собрался. Я думаю, выводы будут сделаны правильно и дома надеемся на победу. И по тому, как идет сейчас ситуация в группе, мне кажется, 4 победы это обыграть дома Портер и Северный Альянс будет вполне достаточно для того, чтобы в следующий раунд выйти. Соглашусь. Трейдер, да. Единственная нестабильность просто результатов, о чем характеризуют и неделю спустя последние игры с Атласом. Ну ладно. Коль уж мы переходим на Атлас, давай тогда и Атлас сразу разберем. Давай группа Д. Витязь на первом месте после трех туров, 7 очков у команды. Атлас второе место, 6 очков. Ветт 4 очка, а на третьем Русь замыкает после трех игр 0 очков. Игра Атлас-Витязь. По моей версии, Атлас был явный фаворит. Но, но, но. Рассказывай, Антон. Ну да, так уж получилось, что я обслуживал эту встречу. Ну, говорил я о том, что у Атласа некий кризис был. И это вылилось в итоге. В итоге вот эти 0,8 от Витязь, Витязь произвел хорошее впечатление. Сильный центральный полузащитник у них был, который немало раздал в этой игре и забивал неоднократно. Но бросилось в глаза, что Максим Адаксин играл на своей привычной позиции. В основном, исполнял роль второго центрального защитника. Что уже? Да, говорит он. Потеря в креативности и создательности команды. Ну и в атакующих, ой, прошу прощения, в оборонительных действиях, конечно же, Максим, серьезно, вот этот вот центр, ну, вот из любой команды убери центрального полузащитника, капитана передвинь его на другую позицию. Ну, Анвар Бояркин очень, да, сиротливо себя чувствовал. В атакующих действиях без своего, скажем так, вечного партнера по атаке и по игровой мысли. Ну, честно, что-то сказать плохое про Атлас я не могу. То есть, они все равно пытались играть свой футбол, пытались создать комбинации, создавали моменты. Ну, 08 и 08. Трейдер тоже у нас с северному альянсу проиграл, на выезде 0.13. Всякое бывает, не набрали состав. Но у Атласа хорошие перспективы, то есть, я думаю, в ответ на игре с Витязем они другой результат покажут. И, в принципе, рассчитываем на то, что и трейдеры Атласа все-таки из своих групп пойдут. Да, конечно. Мы же еще говорили, что ожидаем финала между этими командами. Конечно. Всячески его ждем и надеемся. И, в принципе, предпосылки есть. Если будут команды именно собираться в нормальных составах, то могут. Могут, конечно. Потому что не слабее, как минимум, команд из других лиг. и все... А по игре наблюдайте за трейдером и за Атласом всегда очень приятно и интересно. Да, да, да. Играют в футбол. Большей части атакующие. Атакующий футбол, открытые команды. Будем переживать и поддерживать их. Ну и перейдем еще к одному турниру. Это Кубок Москвы. У нас там один представитель. Команда Атлант-Обнинск. Команда хорошая, команда обученная. Команда с футболистами, которые имеют и футбольную школу, и которые понимают, во что они играют. Есть у них свой стиль. Так вот, они стартовали в Кубке Москвы с выездной игры с командой Вихрь. Не путайте, пожалуйста, с нашим Вихрь Саус-Вест. Вообще, скажем о том, что в Кубке Москвы не проходит групповой стадии. Просто нет. Сразу плей-офф. И так вот, в 1-16 финала попался Вихрь. На юг мы поехали и 0-2 начали проигрывать. Ну, в принципе, для дебютанта турнира на Москву 0-2 к перерыву. Ничего страшного. Адаптировались. Уровень сопротивления. Уровень сопротивления. Другая лига. Это другой футбол. Все-таки незнакомые коллективы. Да, другое поле. Ну, в принципе, все равно справились ребята, судя по всему, в первой и добыли. И добыли. 3-2 побеждает Атлант на выезде. Важная победа. Напомним мы, что в матчах плей-офф в любительской футбольной лиге не считаются мячи забитые на чужом поле. Соответственно, дома, чтобы пройти в следующий раунд, надо либо побеждать, что, конечно, желательно либо играть ничью. Поражение с минимальным счетом будет означать пенальти. Поражение с большей разницей. Чего, конечно же, надеюсь, не будет. Будет означать вылет из турнира 1 декабря. Ждем всех на трибунах поддержать ребят из Обнинска, Атлант, наша команда. Я верю в проход этой команды. Конечно же, потом этот матч вы сможете посмотреть и на наших каналах, в ютубе. Но футбол надо смотреть во много вживую. Конечно. Приходите на стадион, благо погода еще позволяет. На этом мы закончим наш обзор еврокубков. В принципе, можно сказать, что мы простились с Лигой чемпионов, с Кубком ЛФЛ. Осталась у нас Лига Москвы, остался у нас Кубок Москвы. Но все равно в наших передачах мы, конечно же, будем рассказывать, как развиваются события в Лиге чемпионов. Мало ли там, что-то не следит. Будем так вкратце посвящать. Но так основной упор мы теперь делаем на Лигу и Кубок Москвы. Ну, конечно, потому что трех представителей в главных Еврокубках, будем называть их, так мы потеряли. Но в малых кубках мы еще вполне себе боеспособны единиц. Ну, как, собственно, и было в последние годы. Поэтому на эти турниры мы надеемся. Давай заканчиваться с Еврокубками. Будем сейчас переходить к высшему дивизиону. Юрий Бабин уже рвется в бой. Сейчас мы будем общаться о матчах высшего дивизиона. Друзья, ну вот у нас в студии появляется Юрий Бабин. Юр, добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз напомню, что Юрий у нас является главным тренером сборной команды Юго-Запада. Плюс, конечно же, наставником столицы Артель. Команда-новичок высшего дивизиона. Команда, закончившая первый круг на третьем месте. Да, там любители могут теоретически по очкам догнать еще столицу. Но это опять же теоретически на данный момент первый круг закончен. Есть несколько доигровок. Столица Артель третье место. Команда опережает, можно сказать, заряд другого новичка, который тоже хорошо стартовал на три очка. Поэтому поводы есть пообщаться и о том, как прошел первый круг, поговорить чуть-чуть о сборной и вообще обсудить, что происходит на Юго-Западе. Чуть раньше мы уже обсуждали не самое удачное выступление наших клубов в Еврокубках. Мне кажется, здесь особо дополнять нечего. Предлагаю просто вот именно пройтись по результатам тура сначала, а дальше уже какие-то глобальные вопросы обсудить. Но именно результаты тура сейчас на ваших экранах будет турнирная таблица сначала. Видим мы, что Метеор 14 игр и 33 очка, 3 звездочки МИПи, 15 матчей, 32 очка, столица Артель, как я уже говорил, на третьем месте 15 матчей, 29 очков, любители на четвертом месте 14 и 26, Заряд замыкает первую пятерку, 15 игр, 26 баллов, Ника, всегда мы говорили, что она должна подняться, подняться, а здесь вдруг получается, что Ника имеет игру в запасе и теоретически даже может на то же четвертое место уже приехать. Ника 14 баллов, 24 очка, Меркурий 15 баллов, 22 очка, Пищевик на восьмом месте 15 игр и 20 очков, Керосинка также после 15 матча имеет те же 20 баллов, Шальные 15 игр 18 очков, Зюзина 15 игр 17, Удар 15 игр 15, сейчас дальше как это будет, и снижаемся по одному очку получается, Удар 15 игр 15, я уже говорил, Техносила 14 игр 15 очков, Аминева 15 игр 14 очков, Ряльчики 15 игр 14 баллов и Бутова 15 игр 13 баллов. Обращаем внимание, что вот такой середнячок, то только, да, там три команды, это Меркурий, Пищевик и Керосинка. Остальные клубы вот до Ники, до шестого места ушли наверх, нашли и будут разыгрывать между собой даже Еврокубковую ступеньку, может быть даже и чемпионство шесть команд. И обращаем внимание, что, наверное, от Шальных, от 10 места, команды 10 по 16, надо смотреть на низ, вылет недалеко, там, от тех же Шальных, которые казались нам крепкими середняками, две неудачи и можно скатиться в зону вылета или в зону плей-офф. На последнем месте Бутова, по мне, это, конечно, сенсационно, как мы хвалили команду, как мы радовались ее обновлению и сейчас происходит что-то пока чуть-чуть непонятное, но обсудим мы это все более детально в нашей программе. Сейчас я предлагаю, так как Юрий у нас в гостях, начать с матча, нарушим мы хронологию, с матча столицы Артель Зюзина, уверенная победа команды столица Артель со счетом 3-8, но по игре там и более уверенно столица вела, Юр, как игра вообще для столицы? Это была одна из лучших игр в этом сезоне. Мы играли в принципе и по тренировке уже было видно. Я был очень спокоен, абсолютно уверен в команде и в каждом игроке. Не было никаких сомнений перед этой игрой, потому что видно много уже по тренировочному процессу. Была не просто одна из, просто лучшая тренировка за весь сезон, очень все мощно и качественно прошло. Я редко бываю на 100% доволен тренировкой. Всегда кто-то где-то что-то как-то упражнение, еще что-то не зашло как следует, кто-то не доработал из игроков. Всегда можно лучше. Но здесь была просто идеальная тренировка. и все выложились, все было четко, все упражнения были сделаны. Я уже после тренировки, опять же, очень редко такое говорю, но сказал команде, что, ребят, если мы так будем тренироваться, то вопросов в играх у нас и в результате, и в игре не будет. Поэтому я доволен подготовительным процессом. И игра получилась, естественно, тоже очень хорошая. Тем не менее, хочу сказать, что Зюзина в какие-то отрезки первое, хочется сказать, что соперник в какие-то отрезки действительно очень хорошо смотрелся. Команда опытная, очень грамотная, очень хладнокровная, качественно распоряжается мячом, принимает хорошее решение на поле. Вот. И нам не было легко. То есть нельзя сказать, что это упертый соперник. И что делает им еще большую честь, то, что они играли до самого конца. И когда у нас началось, ну, уже я старался побольше замен сделать, поэкспериментировать немного, тут же сразу это сказалось. Это отличительная особенность, хорошая команда, они играли до конца, как только пошли эксперименты, они начали нам забивать. Вот. И в принципе три пропущенных гола, ну, многовато. Ну, да, там Кирилл Микаэлян и Виталий Савченко, вот этот дуэт футболистов Зюзина, и по версии нашего сайта, именно они стали первой и третьей звездой матча, несмотря на поражение своей команды 3-8. Микаэлян мы знаем как хорошего такого нападающего, он вроде и высокий, и столб может и пробить, и зацепиться, и скоростью он обладает. Ну, а Савченко хорош в подыгрыше, тоже с ударом, такой плеймейкером. В Зюзину, да, там состав сильный, не стал бы я валить на то, что полевой игрок в очередной раз защищал ворот В Зюзину, это Ну, это сказалось в каком-то там все-таки залетело два гола издалека, но нельзя сказать, что это ключевой момент, это голы уже залетели там шестой, седьмой где-то так, а все-таки вот основная суть матча, наверное, все-таки опять же вернусь к подготовке, то есть команда была очень неплохо готова, каждый старался, и вот ну, они всегда стараются, игроки просто в данном случае действительно были готовы, вышли и сыграли очень хорошо, вот. Ну, мне кажется, да, то, что очень много зависит от подготовки, и так вот классные команды, они потихонечку подкатывают свою форму, мне кажется, сейчас столица начинает обретать именно вот ту силу, поначалу, конечно, все думали, что ну, как вот будет игра, как в первом дивизионе вы играли тогда, то, что будет постоянный прессинг, будет отбор, и то, что с позиции силы со всеми будет играть столица, мы видим, есть несколько тактических вариантов, бывает, что команда играет в два защитника, бывает в три, понятно, что идет подробный анализ соперника, набирается формы, сейчас вот четыре вот этих вот игры до перерыва, еще четыре тура у нас, конечно же, будет интересно посмотреть, тем более, там и соперники уже будут изучены, и вы с ними встречались, мне кажется, что столицу можно считать одним из фаворитов, очень давай даже, вот если не брать последние результаты, да, вот это разгромную победу, даже обратим внимание на то, что столица входит в ряд самых непропускаемых команд, во-первых, лиги, на втором месте идет с 34 мячами на первом месте, так же, как и в турнире общей таблице идет метеор, который пропустил только меньше 26, ну и по забитым мячам не будем забывать, что столица входит в 4 лучшие команды, замыкая четверку с 54 мячами, то есть в среднем, если так брать, то это если так вот условно делить, то это счет 2-1 в среднем в игре, да, то есть в большей части это там 65-66 процентов это выигрышный результат, даже в цифрах не вдаваясь в какие-то мелочи, видно, насколько команда на данный момент готова к сопротивлению, готова к укреплению своих позиций и вполне возможно захват новых, более высоких мест. В принципе, исходя даже вот из своего опыта, с Юрой мы сотрудничали, как бы все об этом знают, в том году то же самое было и в первом дивизионе, когда команда притерлась, когда команда набрала, она выбрала, тогда одержала отрезок там 10-12 побед подряд, по-моему, был. То есть, в принципе, все идет примерно по той же самой хронологии. Команда набирает, команда прибавляет и уже по результатам мы видим то, что команда находит себя саму, просто вот и все. А дальнейшие игры, они лишь могут это подтвердить, в чем мы скоро сами убедимся, в принципе. Да, полностью согласен, то есть, цифры действительно довольно неплохие, в плане пропущенных голов нам есть на чем работать, треть голов мы пропустили абсолютно необязательных из тех, что пропустили, какие-то голы были забиты, не совсем так, как... Ну, в общем, мы такое не должны допускать. Но, тем не менее, в общем, если смотреть, то действительно это неплохие цифры. Также хочу отметить, что очень непросто было на первом этапе, там, в первые 6 туров мы проиграли три раза, первые 3 тура мы проиграли два раза. Потом, то есть, вот эти моменты, они очень важны, то есть, старт не удался, это не совсем нормально для нас, мы так не привыкли, вот, прямо скажу. И это действительно было сложно, потому что сыгрываться нам чуть-чуть сложнее, может быть, даже, чем другим командам по нескольким причинам. Вот, и одна из них была в том, что у нас довольно много игроков, кто дебютировал в высшем дивизионе, плюс у нас одна из самых молодых команд по среднему возрасту, и плюс мы откровенно просто плохо готовились, по многим разным причинам, но мы летнюю часть подготовки прошли, наверное, хуже всего за всю историю, сухо, я тренирую команду, то есть, очень много было таких хус, какие-то травмы, одно, другое, то есть, не получилось подготовиться так, как нужно, и поэтому делали, может быть, мы и были в равных условиях с другими соперниками, но мы занимались не совсем тем, что для нас привычно, поэтому где-то мы проигрывали в начале. Ну, мне кажется, еще вмешалась, конечно же, и кадровая ситуация, то, что искалось, создавалось, можно сказать, заново линия обороны, по сравнению с первым дивизионом, мы видим, появляется Джалимов, он появляется не сразу, был там вариант Сребенко, но сейчас, я не знаю, у него, видимо, травма была, сейчас он, видимо, восстанавливается, появляется тест Джанна, травмирован был долгое время Петросов, это еще с первого дивизиона, и сейчас только вот он начал обретать кондиции, голодцы штрафных, мы от него видим, да, Кадиев был, есть, хороший, добротный и замечательный защитник, Золотой появляется, новое имя, то есть, именно, казалось бы, что столица, что там укреплять по первому дивизиону, оказывается, что мы видим несколько новых имен, и, конечно же, их надо было внедрить, сгенерировать в команду. Да, я как бы старался избегать совсем таких вот этих оправданий, типа, там, защитники, что я могу сделать, нет, то есть, у тренера есть как влиять на ситуацию, поэтому я именно этот фактор не указывал как ключевой, но, естественно, он тоже влиял, потому что были новые игроки в защите, то есть, Джалимов, Тесджан и Ребенко, это очень хорошие игроки, я, каждого, ну, как бы мы не берем всех в команду, вот, то есть, поэтому эти игроки действительно достойны играть в этой команде, это очень хорошие игроки, но нужно время, чтобы набрать форму, сыграться, плюс какие-то травмы мешали, как у Петросова, у Ребенко там было, травма тоже, поэтому, но, тем не менее, я верю, что эти игроки еще, как бы, проявят себя намного более качественном футболе, они принесут пользу команде, все они очень стараются, особенно верю, хочется поддержать, то есть, Ребенко, потому что, что он не так много сыграл, но старательно относится, тренируется, игрок, который, ну, играл в молодежной сборной России, да, воспитанник Зенита, играл за Зенит 2, за молодежь в сборной России, еще несколько лет назад, даже, там, буквально год-два, он еще играл профессионально, за второй, Тульский Арсенал, там, Семшов, по-моему, руководил этой командой, вот, да, и он, и самое главное, у него сохранилось отношение, то есть, он действительно старается, просто пока вот, много условий, которые влияют на то, что он пока не может заиграть по полной, но я верю в то, что он заиграет, так же само, Тахир, я верю, что этот игрок обладает всеми необходимыми качествами, более того, я считаю, что он нас усилил, вот, но тоже ему нужны какие-то моменты по адаптации к команде, потому что у нас, ну, может, это не скромно звучит, но у нас не совсем обычная команда, и у нас, к примеру, только тренировочный процесс, это вот одна из вещей, которая нас отличает, у нас обязательно посещаемость тренировок, то есть, у нас бывает, что, ну, на тренировках, ну, не бывает, это стандарт, то есть, такой же сбор, как на игру, вот, поэтому, всем нужно чуть-чуть адаптироваться к этим, вот, требованиям, новыми игроками, имеется в виду, но, они тоже втягиваются, и это радует, вот, ну, и Джей Лимов тоже, вот сейчас гол забил, влился, прекрасно, ну, как бы, отношения, не первый мяч уже, я помню, реальчиком он забивал, и, ну, не первый гол, не первый гол, третий гол, высокий, и на чужих стандартах, и у своих ворот, ну, у него удар, что я больше всего ценю, как бы, с атакующим потенциалом, у этого игрока, это очень хороший удар, когда надо, он может подключиться, очень хорошо попасть, вот. Юр, наверняка, такой вопрос будет, ну, не секрет, любая команда, перед началом чемпионата, смотрит календарь, и понимает, что, ну, здесь мы можем набрать очки, здесь, как пойдет игра, а это, например, игра, ну, потенциально безочковая, этот вариант, сразу понятно, не для столицы артель, что потенциально безочковая, это для команд, которые находятся больше в нижней части турнировой таблицы, вот так вот, анализируя первый круг для команды, где, вот именно по игре, где не добрали, а где, наоборот, вот по игре, именно фортуна вернула должок, вот, есть такие матчи? Это очень хороший вопрос, действительно, вот, потому что он такой, на английском, как говорят, tricky, то есть он такой с подвохом, вот, но суть в том, что результат, наверное, я верю в то, что футбол абсолютно справедлив, и то, что команда, которая заслуживает победы, она побеждает, поэтому даже, когда у нас могут, у меня там могут быть претензии к судейству, то это никогда не претензии к результату, потому что результат зависит от нас, вот, если там что-то произошло, какой-то эпизод, что-то, судья, то есть это, это не значит, что мы там проиграли или сыграли в ничью из-за судьи, так вопрос никогда не стоит, вот, так же, отвечая на вот этот вопрос, где добрали, я считаю, что вот это абсолютно справедливо все было, и игра, это вот довольно субъективная вещь, даже когда с точки зрения статистик, которой мы тоже много уделяем внимания, то есть, мы можем там создать 9 голевых моментов, но, а соперник, к примеру, 5, мы можем проиграть, это не значит, что результат несправедлив, то есть, ну, значит, реализация сработала, плюс вес этих моментов может быть очень разным, потому что, ну, из моих исследований, команда, которая играет на контр-атаках, создает меньше голевых моментов, но эти моменты намного более голевые, потому что команда, которая обороняется, там плотность игроков, и обычно там голевые моменты создаются из борьбы, из каких-то в момент ударов в створе, вот в этом, в створе ворот находится, там кто-то навесил, вратарь мяч в руки забрал, это какой удар считается, а у этих там два удара, два в одного они выбежат. Да, то есть, очень-очень по-разному можно анализировать, и мне нравится, когда игроки относятся именно так, вот эти вот, никаких сожалений там нет, что вот мы играли лучше, но проиграли, то есть, мне кажется, это ложный путь, самообман какой-то, вот, то есть, результат, он и есть, вот результат, то есть, раз вот 3-3 сыграли, значит, вот на данный момент, мы, на тот момент, мы там, с зарядом, на раунду. Я понял, что о заряде, почему-то я слышал 3-3, сразу подумал, что о заряде, я хотя, когда эта игра была, перебив был в Сочи, мне было интересно, как пройдет эта игра, я видел 3-3, я знаю, там сумасшедшая развязка, концовка, да, вот, и видимо, то есть, они что-то сделали недостаточно качественно в своей игре, не буду говорить, потому что некорректно, да, мы что-то сделали не так, как нужно, честно скажу, я как бы недоволен этой игрой, вот, и недоволен тем, что мы не сделали все, что мы можем для победы, то же самое можно сказать про другую ничью с звездочками, где, там сумасшедшие удары залетали, но, тем не менее, это видимо такая, да, два подряда сумасшедших залетели, но, это футбол, то есть, значит, нужно нам еще лучше готовиться, проявлять свои сильные качества в атаке, в обороне, вот, и, я не могу сказать, что вот не повезло, нет, ну, вот, футбол справедливый, есть 60 минут, нужно, как бы, игрой и желанием, качеством игры доказывать, что ты заслуживаешь победу, и все, вот, поэтому, да, еще и добавлю по этот момент, поэтому считаю, что все результаты, которые были, вот, они такие справедливые, пусть даже иногда со стороны кажется, что, вот, и таблица справедливая, то есть, на данный момент, вот, вот так, вот и играем все команды, вот, но, хочу отметить, что слежу внимательно за некоторыми командами, которые даже, там, идут внизу таблицы, мне нравится, как некоторые команды включаются, по ходу, чемпионата, это очень здорово, то, как ожил пищевик, то, как начала играть Ника, вот, то, как сейчас практически, как мне кажется, сможет с не такими большими ресурсами, но, как эти ресурсы эффективно используют удар, то есть, мне кажется, три победы в четырех матчах, между прочим, это действительно радует, это, ну, приятно стрелять, не только на результат, даже на игру, вот, я вчера стрел, удар перед нами играл, очень-очень старательно, качественно, вот, люди делают то, что умеют, то, что не умеют, не делают, и получается неплохой футбол. Ну, да, хорошую трансферную кампанию провел, то, что Игнатьев перейдет обратно, он же заканчивал, потому что он в ударе, потом он ушел, прошу прощения, на запад, и уже летом мне Михаил Зотов, когда я поздравлял его с рождением сына, сказал, что Игнатьев вернется в трансферное окно, то есть, это был запланированный трансфер, конечно, забуксовал удар на старте, ну, и, конечно, Саркисов, который ушел из, тогда еще ММФ, ушел куда-то там в другую лигу, в нижний дивизион, поиграл, сейчас вот вернулся, я думаю, что это тоже креатура Михаила Зотова, там напомним, что он играл в командах системы МГУ, там в трех звездочках, и есть у него общение с бывшими МГУшниками, там я слышал, что и в трансферной кампании удары, возможно, фигурируют и футболисты трех звездочек, там бывшие, может быть, даже некоторые нынешние, но это секреты, я их не буду полностью все выдавать, потому что тогда мне никто ничего рассказывать не будет. Ну, я могу выдать вам секреты, я не буду говорить по именам, но я могу сказать, что некоторые игроки, которые перешли в другие команды, мы их тоже рассматривали, и мы их рассматривали до того, как они перешли в другие команды Юго-Запада, но, раз уж сегодня столько я говорю о подготовке, то они вот не прошли именно вот этот момент, они не могут тренироваться с нами, поэтому мы их не все... как надо. Не, понятно, что иногда всякое случается, но они изначально не могут просто быть на тренировках, и поэтому, и это хорошие игроки, но они к нам не попали именно по этому критерию, и хочется уже тоже добавить такой момент по нашим игрокам, что я очень благодарен, ну, игрокам, руководству, что не смотря на то, что вот эти сложности, которые у нас были, по ходу старта сезона, то есть, у них правильно была реакция, даже вчера, вот очень приятно, меня ждал знакомый после игры, вот, я искал, я проходил мимо нашей раздевалки, я слышал, что после победы в 8-3, тем не менее, игроки между собой разбирали пропущенные голы, там с вратарем, с защитниками, там выясняли, что произошло, это очень радует, это правильное отношение, то есть, игроки не смотрят даже на довольно оптимистичный результат, то есть, продолжают работать, мне кажется, что для молодых игроков в столице, это очень хороший показатель, и это здорово, это правильно, вот. Почевать на лаврах времени нет, надо работать, еще 4 игры, потом можете отдохнуть, кстати, задумывались, а с зимним кубки будет команда участия принимать, или пока не поднимался этот вопрос? Нет, как и полгода назад мы общались, вы спрашивали про места в Лиге Чемпионов, мы не думаем об этом, мы думаем о следующем матче, у нас есть следующий матч, вот мы о нем и думаем, о зимнем кубке пока никаких разговоров не было, да, вот. Юр, ну вопрос сейчас будет именно как к тренеру сборной, наверняка идет какой-то анализ, кого-то может быть можно выделить по матчам, сейчас понятно, что до первых игр сборной, еще первой сборной, время-то еще вагон кажется, но это время, на самом деле, оно будет стремительно таять, и наверняка же идет какой-то, если в том году мы чуть-чуть там попали в цейтнот, не было у нас такого времени, то сейчас наверняка же уже есть какие-то наметки, кто мог бы помочь. Вот, насчет цейтнота и насчет времени, то есть по прошлому году, чтобы не было возможности мне сказать свое мнение так, публично, вот, в прошлом году нам не хватило ровно двух тренировок, потому что подбор игроков был довольно неплохой, и те, кто были в прошлом году в сборной, имеют совсем небольшой, но все-таки пунктик как приоритет, под следующий сезон, когда они сыграли, они старательно сыграли, они сыграли неплохо, вот, но нам не хватило буквально вот, ну, двух тренировок, то есть мы чуть лучше подготовились, это специфика моего подхода, мне очень интересно работать с игроками, когда я их вижу в тренировочном процессе, пусть это на любительском уровне, пусть там не каждый день тренировки, но, как бы, если бы у нас было больше времени, возможно мы были бы лучше готовы, и показали бы намного более качественный футбол, тем не менее, даже та одна тренировка, которая была, она была очень хороша, на мой взгляд, и она сделала нас сильнее, как команда. там у нас все как надо было, кто не знает, мы расскажем, что поле там, двухстороннее, различные упражнения, они просто взяли, попинали мяч, квадраты, различные игровые, так в футбол практически, сам по себе не играли, различные комбинации были, и все это снималось с квадрокоптера, в общем там, анализ был, все как надо, глубокий анализ, именно, кто как действовал, Юрий разбирал, там, технико-тактические действия, тренировки, подготовка шла, и условия шикарные были, ливень, вечер, все шикарно, боевые такие условия. Да, очень мне кажется, даже с психологической точки зрения, хорошо, когда ты преодолеваешь какие-то погодные условия, это избивающие факторы, это даже может быть для морального духа даже лучше, и еще отмечу, что посещаемость была прекрасная от того мероприятия, этой тренировки, то есть, не смотря на ливень, из 18 вызванных игроков, пришло 17, один не смог прийти только из-за работы, Азизбек не смог прийти, а так все были. Ну, конечно же, поменялось чуть-чуть отношение к сборной, раньше было проблематично, да, были игроки, которые отдельно хотели играть, но там и какой-то финансовый вопрос стоял, напомню, что у нас раньше, может быть, кто знает, кто играл, да, было какое-то финансирование сборной команды, уже вот несколько лет как нет у нас именно финансирования футболистам, именно за просто приезд, если, конечно же, будут какие-то результаты, то там уже руководство это рассмотрит, но это все обговаривается с игроками там перед началом цикла, понятно, что они будут понимать, на что идем, и надеемся, что следующий цикл будет долгим, пока еще не утверждена и схема его, но я думаю, скорее всего, что будет опять же по такому же принципу, что есть золотой финал, они играют между собой, мы скорее всего опять в отбор через фейльные команды пойдем, надеемся за уже более хорошим результатом, кстати, футболисты сборной Северо-Запада, которые играли против нас в полуфинале, они сейчас ключевые игроки, это Павел Соловьев, Игорь Тилков, они сейчас выступают у нас на Юго-Западе за профутбол во втором дивизионе, и ослабление для Северо-Запада точно, усиление для Юго-Запада посмотрим. Смотрим, да. И опять же, можно поднять дискуссию, какой округ у нас слабее по Москве, если у нас люди, ведущие позиции своих сборных в прошлом году играют сейчас во второй лиге, на Юго-Запад. У нас есть люди, которые говорят, что на Юго-Запад никто не хочет идти, потому что здесь все плохо. Да, настолько все плохо, что... Это не касается хайпового интервью очередного Ильи Кузнякова, мы его дадим, но поймите, что это именно вот он тоже читает все эти форумы, там горячую переписку в форум в чате капитанов в WhatsApp, кстати, кто из капитанов, из представителей клубов хочет войти в этот чат, обращайтесь ко мне, всех включим, нам интереснее мнение всех, иногда там довольно горячие дискуссии разворачиваются, поэтому милости просим, даже может быть просто, если игроки какие-то хотят там быть, то пожалуйста, обращайтесь, все рассмотрим, ну опять же, чтобы там все было относительно корректно, то есть там без каких-то матерных выражений, а так свои мысли излагать там можно свободно. Вот, но я все-таки отвечу еще на этот вопрос, по кого можно выделить, на мой взгляд, действительно, очень хорошие игроки есть у нас на Юго-Западе, и тот факт, что такая борьба плотная в таблице на всех уровнях и вверху, внизу, и в середине, это только плюс для всей лиги, плюс для этих игроков, и все решает конкретно, когда говорят о силе, о силе различных лиг, все решает конкретно, конкретные игроки сильные здесь, и я верю, что те руководители, кто есть, тренеры, которые работают в нашей лиге, то есть могут создать достаточно мощные коллективы, поэтому в любительском футболе это не такие огромные разрывы, там финансирование, как в Лиге Чемпионове или где-то там наверху, где просто невозможно, вот здесь вот этот нивелировано немножко, и здесь все можно, все довольно быстро решается, все довольно быстро меняется, поэтому я верю, что это очень хорошая, интересная лига, и намного интереснее, может быть, даже здесь играть, чем где-то, где есть там три команды, которые всех выносят, потом еще там пять команд, которые ничего не могут противопоставить, и середники, которым интересно играть только между собой, это случай куда менее мотивирующий для всех команд, поэтому это крутая, хорошая, интересная лига с прекрасными полями, созданными специально для этого формата, и я 5 лет уже, 6-й год уже работаю на Юго-Западе, и играл даже в упомянутом вами про футболе когда-то давно на заре. Ну, когда еще, по-моему, часть матчей на Сетане, проходил, часть матчей на Песчанке, на Песчанке еще играл, переходной период, там мы, когда, даже еще на Кусенина, где-то, кажется, или где-то, где-то еще были матчи, несколько матчей было возле Воробьевых гор, где-то там, да, да, ну, дворец творчества детей, юношеского, где, на футбольной школе базируется, там большое поле, да, там несколько матчей тоже игралось, вот, так, теперь по этим, по людям, по именам, по именам, да, ну, понятно, что, вот я сразу, вот те игроки, которые, сразу скажу, что игроки столицы, ну, естественно, я бы всех взял, вот, и, ну, это понятно, вот, поэтому выделять всех наших не буду, я думаю, что каждый из них, раз он в команде, раз он играет, значит, он нужен, он подходит, и он достоин, вот, поэтому выделять наших игроков не буду, скажу, скажу так, что, скажу так, что, один состав, то есть, условно, можно сделать из столицы, вот, второй состав сделаю, ну, скажем так, не из столицы, то есть, я бы, наверное, Он, наверное, взял нападающего из Метеора, Фомича, потому что он лучший бомбардир, но не только в этом деле, то есть по игре он очень хорошо работает с мячом и очень хладнокровно, в решающие какие-то моменты игры действует хладнокровно. На фланг, наверное, Авдонина выделил бы, очень мне нравится этот игрок, при минимуме усилий он практически не действует, не делает лишних движений каких-то, то есть очень эффективно, хладнокровно, спокойно реализует свои моменты, довольно забивной для флангового игрока, такая результативность, это даже немножко аномально может быть, вот, то есть я бы его выделил. Ну, потом ребята из любителей, там можно брать, да, вот этих ребят, вот, ну и задам вопрос, техносила Илья Лаевский, мне кажется, вообще, когда он переезжает, там, ну это сильнейший хав сейчас крайний, ну Лаевский больше под нападающими все-таки, ну он из края великолепно действует, человек обладает хорошим интеллектом, нестандартным мышлением и при грамотной поддержке, вот, на самом деле, человек способен творить. Лаевский я прям вообще очень выделяю, приятно смотреть, да, там техносил бывают победы, на столице 3-1 там, да, по-моему, техносил 4-1, да, и потом, там, вот, прошлый уикенд, когда мы были в Сочи, там, техносила выступила так, что может загул хвататься, там, два подряд таких выступлений, да. Ну, ты знаешь, Миша, хочу сказать, управдание техносил, что, ну, не техносила даже больше, а управдание Лаевского, что он даже в этих матчах, несмотря на результат, показывал, сразу раз в свои высокие классы, раздавая передачи, создавая момент, то есть, это игрок, на самом деле, который даже без поддержки, находит вот это вот какое-то нутро в себе, какой-то характер, все равно вот играть, играть, играть до конца, знаешь, чем-то вот, напоминает мне, как команду, удар вот такая, знаешь, конечно, независимо от того, что происходит на поле, ребята все равно делают то, что они умеют делать, и все равно пытаться добиться максимума, вот и все. Ну, да, застреливая что-то внимание, так мы всех скользко прошли, но Илье застрели внимание, еще, может быть, какие-то, или, ну, в принципе, можно так из каждой команды, мне кажется, кого-то вот выделять. Конечно, конечно. Есть в каждой команде, есть два-три лидера, обязательно, которых потенциально можно рассматривать, но просто под систему они будут. Да, то есть, я просто выделяю в общем, то есть, это пока, да, не знаем, как подойдут, насколько они мотивированы, это тоже очень важно. Слово, для них вообще в эти сроки играть, есть у них желание. Да, мотивация очень важна, без мотивации, ну, не получится, вот. Ну, из Метеора, из этого, из Меркурия, Курятов довольно интересный такой игрок, фланговый. Ну, до молодежной сборной два раза подряд он не доехал, пока что. Вот, то есть, вот, наверное, этих игроков выделю на данный момент. Ну, да, в принципе, они все на ладони, и мы стараемся максимально отслеживать всех футболистов, но, естественно, неизвестно, как пойдет трансферная кампания, может быть, весной мы увидим вообще там каких-то игроков, потому что понятно, что клубы будут усиливаться, и это естественный процесс, и вполне возможно, что еще каких-то интересных футболистов мы увидим. И не факт, что они в высшем дивизионе будут на полях Юго-Западной Лиги. Ну, что, может, перейдем тогда к обсуждению матчей, коль уж Юрий с нами тоже поделится своими мнениями. А вообще, вот в этом туре какие-то матчи видел? Ну, я видел игру удара, вот, мне понравился удар, и в данном конкретном туре вот только удар я смотрел перед нашим матчем. Так-то мы отметим, что Юрий у нас регулярно, ну, и погода просто сейчас подкачала. Да, поначалу я чаще смотрел. Сейчас очень холодно, конечно, и можно посмотреть. Очень много матчей в высшей лиге мы записывали. Да, в записи я смотрю практически все, что есть. Ну, тогда, наверное, будем Юрия отпускать. Будем говорить ему спасибо, ждем. Ближе к матчам сборных мы встретимся, еще все это глобально обсудим. Говорим ему спасибо, что нашел для нас время, было интересно. Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо, удачи. Друзья, перейдем мы к обсуждению других матчей высшего дивизиона. Ну, предлагаю не по хронологии. Уже затронули мы матч с Юрием Бутовым ударом. 4-2 победа ударом. В принципе, мы уже отмечали и селекцию удара, и хорошую игру этой команды в последних играх. Ну, что можешь сказать? Больше, наверное, о Бутово можно говорить уже сейчас. Был хороший старт, неудачное продолжение. И вообще, какие мысли у тебя? Ну, Бутово, ты знаешь, в этой паре, если вот так вот брать, то удар, видно, выходит из кризиса. А Бутово все больше топнет в нем. Вот и все. В принципе, еще также можно выделить из команд, которые также себя сейчас чувствуют, это Керосинка, который тоже раз за разом проигрывает. Но Керосинка, благодаря тому, что, может, уровень игроков все-таки повыше, поопытнее. Плюс там еще несколько чемпионов остались, да, из чемпионского состава. То Керосинка еще, скажем так, балансирует между плохими матчами и хорошими. Но у Бутово, не знаю, ребята должны разобраться внутри коллектива. Но что-то надо менять, и менять надо уже срочно, потому что еще 3-5 игр, и если команда не будет набирать стабильные очки, я не знаю вообще, к какому финишу они приедут в весенней части. Ну да, 4 игры еще осталось у нас, но по данной игре удар Бутова, Никита Искандяров отмечали мы его, молодой футболист, начинал он с дубля этот сезон, и уверенно вписался, очередной мяч забивает. На карандаше он и по селекционерам молодежной сборной, Клим Третьяков, традиционный уже, наверное, гол. Артем Фомин дубль оформляет в составе Бутова, 3-1 сделал на счет, и потом забил такой гол престижа 4-2 уже в конце. И Клим Третьяков тоже дубль с передачи того же Игнатьева, Игнатьев набирает 2-1 в этой встрече, Третьяков забивает, прошу, 3-1, 1-3 у Игнатьева, Третьяков дубль, Фомин дубль. Они же, естественно, становятся и одними из лидеров. Продолжаем. И Игнатьев становится лидером удара после возвращения. Саркисова мы уже отмечали, Искандяров также очень неплох. Давай после матча дадим как раз слово Борису Игнатьеву, футболисту удара. Борис, поздравляю с победой, у тебя голы, три передачи. Скажи об игре. Об игре? Да. Ну, для нас легко игра, в принципе, сложилась. Пропустили ненужный гол, сами серб, можно сказать, его привезли. А так и равно сыграли. Хорошо. В принципе, они наши конкуренты по таблице. Вот уверен, что слабо победили. Больше, в принципе, нечего сказать. Хорошо сыграли, качественно. Дай, пожалуйста, свой комментарий о первой половине прошедшего сезона. Ну, я пришел буквально 4 или 3 тура назад, и я так об игре вообще не могу сказать. Ну, хотя бы о сыгранных тобой игр. Ну, мы из 4 игр 3 выиграли, словом со мной. Одну проиграли звездочку. Так что мы играем хорошо, очевидно. Ну, как тебе соперники против которых играли? Хорошие. Все хорошие ребята, здесь хорошие соперники. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо, Иван. Давай вернемся в хронологический порядок. Суббота, утро, раннее утро, 8.50, первое поле, любители Ника, матч с громкой вывеской, С громкой историей по прошлому году. Очень эмоционально был сыгран. Был второй круг. Бравились они за второе-третье место в прошлом чемпионате. То есть, ну, по большому счету, получается, один из центральных матчей тура состоялся. Ну, да. Ну, раннее начало игры. И, конечно же, ну, понятно, что любителям на следующий день нужно было играть в Еврокубках. И хотя бы нужно было максимальное время для восстановления, чуть больше суток. Поэтому это объясняет раннее начало матча. И 2-0 после первого тайма ведут любители. И Вакин, и Александр Лузан делают счет 2-0. Но во втором тайме ситуация меняется. И на 51-й минуте Денис Авдонин сокращает разрыв счета. И на последней минуте игры Григорий Герасимов, футболист, имеющий опыт выступления в первой, в молодежной сборной Юго-Запада. И помним мы его по выступлениям за СМАРТ. Помним мы его по выступлениям за МСК Логистик у нас в лиге. Сравнивает счет 2-2. Григорий неплохой сезон. Он только первый сезон играет Ники. Неплохо он проводит матчи. Пытается Ника перестроить уже как круг. Перестраивать свою игру в атаке после потери Александра Карпова, которого мы всех, конечно же, помним. И вот итог. 2-2. Интересный матч. Ничья. И, в принципе, не думаю, что кто-то может быть... Ну, может быть, Ника больше довольна, так как там на последних минутах уже. В принципе, обе команды, я думаю, были нацелены на победу. Ника поднимается, как мы и прогнозировали. И уже тройка, в принципе, не за горами. Ну, если они перенесены на МСК Логистик на силу и выигрывают Ника, то у них становится 27 очков. И, в принципе, они уже вплотную приближаются к тройке. Там уже расстояние 2-5 очков уже не кажется таким. Не отыгрываем. Не отыгрываем, да. Потому что на старте команда забуксовала. Но сейчас Денис Петренко нашел необходимые там рычажки. И потихонечку... Главное самое, чтобы у Ники хватало сил. Если мы отмечали, что команда в конце выигрывала, и в конце матчей были поражения там обидные, там сразу вспоминаются три звездочки, игра с зарядом вспоминается, то здесь наоборот. Видишь, в концовке команда добавила, значит, какие-то выводы делаются, работа ведется. И 2-2. Вот Ника вот так вот нестандартно для себя в этом сезоне сыграл. Ситуацию выправляется. Ребята молодцы. Болеем и ждем, я думаю, скоро в студии кого-то из футболистов Ники. Хочется пообщаться. Можете Мишу Маргольну позовем. С ним всегда интересно. Ну, в принципе, если Ника следующую игру свою очередную по чемпионату у Меркурия у своего соседа нынче по турниру таблицы выигрывает, то и отрыв шестерки становится уже более весомый от всех остальных. Ну и, соответственно, еще ожесточеннее пойдет борьба за еврокубки. Не то что за чемпионату, вообще за еврокубки. За еврокубки, за три путевки, видимо, все-таки три. Надеюсь, что будет четыре. Но пока, пока. Все идет к тому, что три. Но будем надеяться, что может быть. Но все равно вот эта шестерка, она, в принципе, может определиться сейчас уже. Да, да, да. Давай дальше по хронологии. Аминева Техносила, два дебютанта высшей лиги, играют между собой. Две команды, имеющие большую историю на Западе, встречаются в рамках высшего дивизиона Юго-Запада. И результативная ничья 4-4. Сначала Илья Лаевский сразу же на первой минуте счет открыл. Константин Костенко счет на седьмой минуте сравнял. Почти сразу же Евгений Богачев выводит вперед. Спустя там две минуты Аминева 2-1. Далее 3-1 становится счет. Дмитрий Носов делает счет 3-1. Но дальше снова Илья Лаевский говорит свое веское слово. Забивает он под конец первого тайма гол 3-2. С таким счетом команда уходит на перерыв. Дальше в начале, на пятой минуте второго тайма, Денис Коновод делает счет 3-3. Денис Родин забивает у Аминева 4-3. Но Илья Лаевский решил не уходить в этот день без трех забитых мячей из поля. Решил, что нужно сделать очередной хитрик. И счет делает 4-4 с передачей Коновода. Хорошая открытая игра. Отмечаем мы, что не все были футболисты основного состава. Или не основного состава. А как их называют сами игроки Аминева. Система Академии МВД. Не все они присутствовали на этом матче. 4-4. В принципе, такая хорошая результативная ничья. И техносилие это очко было важно после провального уикенда прошлого. Аминева в принципе тоже в последнее время какими-то набранными очками похвастаться не может. И тоже очко. Это неплохо. Будем смотреть, как команды будут двигаться дальше. Ну, в принципе, первый круг к адаптации уже прошла. И интересно смотреть за матчами этих команд. Ну, это была, во-первых, встреча у нас с соседями по турниру. Таблица 13-14 место. Занимать их на силу и Аминева соответственно. А если выделить кого-то по этой игре, то, естественно, Лаевский тут звезда номер один. Три мяча. На второе место я поставил Коновода Дениса, который забил мяч. И два раза ассистировал тому же Лаевскому. Ну, а со стороны Аминева можно выделить Костенко Константина. 1 плюс 1 сделал человек. И Носова Дмитрия также 1 плюс 1. То есть, в принципе, по два лидера с каждой стороны результативных. Хорошая, зрелищная игра. Соседи по турниру на таблице. Посмотрим, что будет дальше. Да, 13-14 место. Аминева заканчивает первый круг в зоне переходных матчей. Посмотрим, что будет дальше. Забуксовал команда сейчас под конец. Дальше у нас по календарю шел матч. Такой, знаешь, для любителей романтичного футбола Юго-Запада 4-летней, 5-летней давности. Громкая вывеска. Керосинка-пищевик. Все мы помним еще прекрасный, можно сказать, чемпионский тогда, как получилось, матч Керосинки на Сетунь-Парке. Этот матч можете посмотреть в Ютубе. Он есть. Когда решалось, кто будет чемпионом Юго-Западной лиги в последнем туре. И до последней минуты пищевик устраивал ничья. Пищевик вел в один мяч. Но сравнял еще Керосинка. В добавленное время забил победный мяч. Стал чемпионом. История такая обширная этих команд. Это команды, которые некоторое время доминировали. Боролись за чемпионство, как я уже говорил. Такой романтичный всегда футбол показывали обе команды. И опять же, сейчас перед этим туром это тоже были соседи по турнирной таблице. Пищевик 8-й, Керосинка 9-й. Но тут перед этой встречей была диаметрально противоположная составляющая. Потому что если пищевик в последних играх, наоборот, начал набирать, состав сыгрывается, появляются новые, хорошо забытые, старые игроки. То есть, команда сейчас на ходу, как мы любим говорить. Керосинка же, наоборот, после великолепного старта, когда все удивлялись скромности возможностей своих ворот, они практически не давали ничего делать в своих оборонительных порядках. И выигрывали зачастую с одним, а то и с нулем мячей. То сейчас в последних играх, конечно, от этого не осталось. На Бутову очень похожа ситуация. Да, Бутову и Керосинка. Просто у Керосинки получился больше вот этот очковый запас. Такая подушка безопасности побольше. И есть пока еще время для исправления нынешних результатов. Пока сейчас в последнее время, конечно, сбилась команда сходу. Что ей показало этот матч? 8-3 в пользу Пищевика. Да, в принципе, сильно тут много рассказывать-то и нечего, наверное. Разве что стоит выделить Кадеева-Таймураза, который забил два мяча и отдал три голевых передачи. То есть это еще отголоски того чемпионского Пищевика. И, как видим, они и сейчас, несмотря на то, что люди у нас не молодеют, но качество игры их от этого сильно не страдает. Ну, конечно же, отметим руководство Пищевика, что нашли они для Таймураза новую позицию. Игра там на падении, и здорово у него это получается. Мячи забитые. Конечно же, еще раз повторю, Иманд Сурмыч, который вернулся в команду. Конечно же, это и тоже бывший игрок сборной самохвалов Василий, который никуда не уходил. Игорь Крючков поймал, опять же, чувствует себя все увереннее и увереннее в каждую игру. Плюс есть добротные футболисты. Это там и Абрамов, который во многих командах поиграл. Это Миронов, который с Олимпом выходил в высшую лигу. Хорошие есть футболисты. И, конечно же, результат виден. Молодежь неплохая перспективная есть у Пищевика. И, конечно же, пока что турнирные перспективы Пищевика смотрятся по-предпочтительнее. Пока предпочтительнее, но в следующем туре Пищевик ждут любители. И, мне кажется, будет очень проблематично. Заодно и будет интересно посмотреть на Пищевик, готов ли он уже сейчас соперничать с нашими топовыми командами на нынешний момент. Интересная встреча, конечно. А по поводу Керосинки, следующая игра с Реальчиком. И, в принципе, мне кажется, будет открыт такой футбол с обилием моментов. Ты знаешь, в первом круге я тоже ждал открытый футбол с обилием моментов. Я работал на этой игре. Знаешь, как сыграли? Не помню. 0-0. Ну, бывает всякое. Пищевик-то тоже, когда я работал на матче с Зюзином, сыграли 0-0. Тоже было очень удивительно. Мы с тобой вместе работали на этой встрече. Так что, ну, все реально. Но, мне честно, кажется, в этой игре после 3-8 реальчики, мы чуть позже о них поговорим, тоже каждую игру играют. Очень результативно. Могу сказать, что в прошлом туре они сыграли 5-4 с Зюзином. То есть, ну, нулевая, это как раз, знаешь, вот эта нулевая ничья, о которой, ты говоришь, это больше исключение. Согласен. Вообще, в LFL нулевая ничья – это исключение. Согласен. Очень редко. Переходим дальше. Заряд 3 звездочки. Наверное, все-таки вот это был центральный матч, а не любители Ника. Ну, как один из вариантов. Как выискает дот и дот матча, да. Тут команды, которые на втором-третьем месте были. И, ну, я тебе честно скажу, да, несколько эффектных сейвов Гаврилова было. У Заряда большое количество замен. Пятерками менялись, там защитники не менялись. И все мастера были известны. Там и Газаева Руслана мы увидели, и Сангаджиев, и Александр Алхазов, плюс там Павел Голанов, понятно, принимали участие в жизни деятельности команды на поле. Там или рядом с полем очень много футболистов заявки у Заряда. Знаешь, звездочки вот именно сыграли с позиции силы. Вот тут вот прям вот можно было сказать, да, я говорю, Гаврилов несколько сделал сейвов, но и Владыкин тоже там все вытащил. Хоть он нам после матча в интервью скажет, что звездочки забили все, что смогли там все моменты, ну, конечно же, нет. Знаешь, вот реально, вот пусть на меня можете обидеться, руководство Заряда, но на самом деле получилось, что вот игра чемпиона против команды дебютанта высшего дивизиона. Ну, не будем забывать то, что прошлый тур, Заряд спасся на последних секундах в игре со столицей, и, в принципе, звездочки сейчас, наоборот, в те выходные вообще какое-то катастрофическое показали. Ну, для всех окружающих результат, они там больше 20 мячей забили один. Ну, фантастическое они, катастрофическое. Катастрофическое для всех этих игр. А, для соперников. Для соперников, естественно, да. Для себя, в принципе, знаешь, вот от них можно ожидать каждую игру большое количество забитых мячей, другое дело, насколько они реализуют свой момент. А здесь по счету даже исходя, знаешь, ну, да. Звездочки оживают. Оживают. Отмечаемые, что ищутся варианты нападения. В нападении в этот раз в стартовом составе вышел Корсюков. Там потом были варианты, что Плотников играл в нападении, но вышел Корсюков. До сих пор Геннадий Леонидович Кос вспоминает этот летний трансфер. Когда волевым решением между руководителями клубов из МГУ было принято решение, что Корсюков этот сезон проведет в трех звездочках. Ну, есть о чем сожалеть. Геннадию Леонидовичу, конечно. Ну, поэтому мы химика поговорим попозже чуть-чуть. А так, конечно, да, видно тоже, что по протоколу очень много было футболистов, там, у Заряда. Но Павел Аксенов и Корсюков уже упомянутые мной в первом тайме делают счет 2-0. Там под конец, да, первого тайма. Но, в принципе, звездочки играли лучше. И во втором тайме Игорь Цырин и снова Корсюков, там уже под конец, там последний гвоздь вбил. 4-0. И давайте послушаем Антона Андрианова, защитника трех звездочек, игрока сборной команды Юго-Запада. Антон, поздравляю с уверенной победой, не пропустили ни одного мяча. Скажи, пожалуйста, по игре как? По игре команда в целом хорошая в них. Конечно, местами немножко проваливались. Ну, и мы свои моменты должны реализовывать. У нас было много моментов. Сзади получше могли сыграть тоже. Немножко уверенности, наверное, не хватало сегодня, потому что полема такая своеобразная. Зима уже скоро. Да. Дай, пожалуйста, свой комментарий по первой половине прошедшего сезона. Первая половина прошедшего сезона. В целом могли выступить более увереннее, потому что потеряли много очков с теми командами, с которыми не должны были терять. Закончили пока. Может быть, на первом месте, может быть, на втором. Посмотрим. Желаю удачи в дальнейшем. Спасибо большое. И Александр Владыкин, уголкипера Заряда. Саша, здравствуй. Обидное поражение 0-4. Расскажи комментарий об игре. Ну, сыграли плохо. Еще одно табло, как говорится. Ну, не реализовали много своих моментов. Надо было забивать. Соперник забил все, что мог. Все, что хотел, вернее. А мы ничего не смогли с этим сделать. Понял. Ну, надеюсь, что в следующий игрок уже свою результативность подтянете. И желаю удачи. Все, спасибо. Вот на этом у нас высшей лиги в субботнюю программу закончилась. И приходим плавно к воскресенью. Шальные реальщики. Шальные, как твердый середняк. Команда Дмитрия шалина. Кстати, не знаю, стоит ли отмечать это событие, поздравлять. Но у Дмитрия было несколько неудачных попыток, если в командах именно Юго-Западной лиги. Не знаю, почему. У него был успешный проект несколько лет назад с Меркурием. Но там, видимо, с финансированием какие-то произошли проблемы. И не проработал долгое время Дмитрий. Но там именно спортивные результаты были очень хорошие. Там в тройке шла команда. А в позапрошлом сезоне возглавил он сразу две команды одновременно. Что, в принципе, мне кажется, очень сложно это делать. Любители и МСК Логистик. В итоге любители там где-то в десятке прозябали и от услуг Дмитрия отказались. МСК Логистик по итогам того сезона вообще покинули высший дивизион. И перестали существовать команды под таким названием. Там потом они, да, играли в первой лиге под названием Удовольствие. Но и первую лигу они нашу покинули. И сейчас, если кто-то помнит игроков МСК Логистик, Удовольствие, то можете понаслаждаться их игрой в матчах Западной лиги. Второй, команда Пахта. Это вот они все, вот эти игроки там и собраны. Так вот, вернемся мы к Дмитрию Шалину. В прошлом сезоне, помню, мы непонятная история была с чемпионатом. Там буквально в неделе две он только поруководил клубом. И все, сейчас Шальные. Есть команда с игровым почерком. Да, там, видимо, что уже приходят игроки Дмитрий и Алексей Исаулов. Явно, что по приглашению главного тренера пришел. Плюс еще летняя селекция. Команда, которая поменялась местами с КамАЗом, не по спортивному принципу, очень достойно смотрится. Об этом они сами говорят. Работа тренера видна. Вот Юрий Бабин у нас был в гостях. Ведет он там разбор всех игр. Дмитрий тоже ведет. Там, правда, не с квадрокоптера снимается, но с специальной такой камеры, чтобы видеть анализ всех действий футболистов. Идет разбор, работа ведется. И, на самом деле, команда очень достойно выступает. Кусается она со всеми. Нет такого, что безоговорочно они кому-то там взяли и заступились. Ну, ты знаешь, даже, уж, коли уж мы с Юрием обсуждали, когда сколько пропустил артель, шальные по пропущенным мячам на третьем месте идут. То есть, 35 пропущенных мячей. Другое дело с забитыми. Да, тут немножко похуже. Хотя там Долгов есть. Хотя Роберт Долгов, ну, значит, будут кого-то креативщика, может искать, я не знаю. Наверняка работа какая-то ведется, потому что 34 забитых мяча это реально мало. Даже вот если взять последние две команды, Бутовые Реальчики 39 и 31, то есть, недалеко ребята убежали. Ну, Реальчики молодая команда. Команда, которая, в целом, кажется, сами не ждать, как они могут сыграть. Бывают и победы, например, до теми же тремя звездочками, а бывают какие-то там необъяснимые поражения. И нужно, конечно, как-то ребятам думать о том, что понятно, что амбиции, амбиции у футболистов и Реальчиков находятся на очень высоком уровне, но пока получается так, что первый круг заканчивается, а Реальчики на 15 месте на вылет стоят. Ну, Реальчики занимают предпоследнее место по пропущенным мячам, 58 пропущенных мячей. Больше пропустил только техносилы, поэтому. Хотя, казалось бы, не во всех играх, но в последних играх Николай Зириков, галкипер молодежной команды ЦСКА, Либон, либо Тороп защищают ворота поочередно в матчах. Ну, это уже, пусть они думают, и решают свои проблемы. Да, да, там еще и есть много других прекрасных батарей, мы это и выделяли уже. И в принципе, глубину состава подопечные Ильи Познякова могут себе создать, о чем он неоднократно говорил, о том, что есть и идеи, и все, и у них неплохой сбор, на самом деле, последнее время, но пока стабильность и результат. Самый лучший сбор был, когда у Ильи родился ребенок, приехала вся команда, потому что там простава была. Кстати, Илья, мы тебя поздравляем с пополнением в семье, это самое главное событие в жизни любого человека, сердечно тебя поздравляем. Присоединюсь. Дадим слово после матча Коваленко Артему из Шальных и Илью Познякова хайповое очередное интервью из реальщиков. Артем, поздравляю, с БО ничего, чего не хватило до победы? Ну, прежде всего, реализация моментов. У нас, которую игру, очень много моментов, мы четыре игры уже подряд не можем выиграть, и в каждой игре мы превосходим соперника по моменту. Наладим реализацию, и думаю, победы придут. Плюс, какие-то непонятные вратари против нас стоят, уже не первую игру, все отбивают, а нам залетают какие-то голы непонятные. Не знаю. Надеюсь, что переломим это, и победы придут. По игре мы не уступаем никому в последнее время. Дай, пожалуйста, свой комментарий по первой половине прошедшего сезона. Сложно сказать. Смазали концовку, много очков не добрали. В целом, по игре, я думаю, мы смотримся неплохо, по крайней мере, смотримся не лишними в высшем дивизионе, что уже радует. И каждая команда, по-моему, с нами мучается. Но и мы мучаемся с любой командой. Вот сегодня играли с командой, которая чуть ли не в зоне вылета, и ни в чем ее не превосходили. У нас все такие ровные игры. Ну, хотелось бы очков чуть-чуть больше, но главное, у нас есть плацдарм, и на него, я думаю, будем накладывать очки и результат. Спасибо, желаю удачи. Спасибо. Илья, здравствуй, из боевого ничего. Скажи, чего не хватило до победы? Здравствуй. Не забили свои моменты, были лучше, в принципе, как много игр, но постоянно не забиваем. Очень куча моментов не забили, поэтому пропустили ненужные голы, как всегда. Дай, пожалуйста, свой комментарий по первой половине прошедшего сезона. Ну, отратительное, просто отратительное все. Отратительная игра, организация, все, в принципе. За эти полгода я понял, что что-то творится не то на Юго-Западе в сравнении с другими лигами. И просто не впечатленный своей игрой, и игрой команды, и, в принципе, и полями, и организацией всем. Все плохо. Понял. Ну, желаю дальнейшим удачи. Спасибо. Еще раз оговорюсь, что интервью Ильи это вот такое хайповое, но и он сам говорил, что неинтересно ему как бы смотреть вот нашу программу, потому что она там долго идет, и он говорит, хочется чего-то такого. Поджечь, зажечь. Он говорит, а так смотришь, ну, за завтраком там пока бутербродики там кушаешь. Вот, посмотрел, ну, говорит, как-то вот хочется чего-то яркости, и вот он пытается. Он будет его как инстудию позвать, я думаю, будет огненный эфир, может быть, сами чему-то у него научимся. Интервью, это, опять же, оно понятно, что шуточное насчет организации, все, просто это вот в чатах, о которых я уже говорил, там была большая дискуссия, и вот решил поджечь Илья эту тему. В принципе, об этом матче, что еще можно сказать, после него шальные на 10-м месте 18 очков, реальчики уже говорили на 15-м месте, и оставался у нас в программе высшей лиги единственный матч, это матч Метеор и Меркурий, Меркурий крепкий середняк, Метеору для победы в первом круге, для досрочной победы, еще играл в запасе у них, необходима была победа, и команда ее достигла, хотя первые 20 минут, знаешь, была абсолютно равная игра, но дальше сказал все-таки слово свое нападение вот это грозное у Метеора, Игоря Фомича мы, конечно, выделяем, но по этой игре, по этой игре очень мне понравился Антон Ковалевский, там в стартовом, там первую, на пятой минуте он сразу же счет открыл, дальше отличная передача на Романа Сиддеревича, это уже под конец тайма на 28-й минуте, Иван Голованов в самом дебюте второго тайма делает счет 3-0, Игорь Фомич забивает свой дежурный уже, можно сказать, мяч с передачи того же Голованова на 47-й, и в конце игры уже Меркурий усилиями Владислава Курьятова делает счет 4-1. Ну, знаешь, вот честно, эту бы игру можно было о ней много сказать, если бы Меркурий показал, он же умеет нас удивлять, но вот в этот раз не получилось и не смогли я не зацепиться за эту игру 0-2 в первом тайме и 0-4 на промежуточном итоге, как бы, ну, тут много сказать нечего. Ну, Меркурию тяжело, ушел Сангаджиев, да, он не всегда играл, но он очень много делал в атаке, мы уже отмечали атакующие трио Меркурия, ушел Сангаджиев, не было Лапидуса, Росарио неплохо играет в центре, но мне кажется, если вот Меркурий будет играть в двойной центре, если Лапидус и Росарио, то это, конечно, будет очень неплохая связка в середине, тем более, набор футболистов короче, команда крепкий середняк и достойно они выступают и вот сейчас даже вот игра с Никой будет неизвестно, чем закончится, абсолютно сказуемая игра, да, Меркурий на самом деле радует своими выступлениями, ниже своей планки они никогда не падают и не могут каким-то супернабором, именно, не супернабором, а именно деньгами завлекать футболистов, нет, именно какие-то другие, у них человеческие там принципы, коллектив строится на отношениях между людьми и молодцы. Идут в середине с года, год иногда чуть выше, иногда чуть ниже, но в принципе ниже планки, как мы уже говорили, с тобой они не падают. Ну, давай посмотрим сейчас таблицу бомбардиров высшего дивизиона после первого круга, да, одинаковое количество матчей, сыграно у команд, но так или иначе, можно говорить, Игорь Фомич, Метеор 20 мячей, один из них в пенальти, Илья Лаевский 18 мячей, Денис Авдонин 18 мячей, Никита Зиновьев 16 мячей, хотя Никита, мне кажется, из всех перечерственных меньше всех матчей сыграл, Мерлушкин Владислав, игрок заряда, кстати, мы когда обсуждали игроков для сборной, забыли мы почему-то Мерлушкина, нужно было, конечно же, его выделить, футболист, имеющий профессиональный контракт в мини-футболе, за вторую команду КПРФ он выступает, 15 мячей у него забиты, Кирилл Микоэльян из Зюзина также 15 мячей забил, ну тут вообще целая группа футболистов, Владимир Паваляев, Евгений Шендрик забили по 15 мячей, Артем Севастьянов у нас до сих пор на 9 месте с 15 забитыми мячами, и десятку замыкает ряд футболистов, которые по 14 мячей забили, это Максим Лепский, Павел Голанов и Гея Порцеллаза. Если перейти к ассистентам, то здесь мы увидим, что Евгений Шендрик традиционно, он и в прошлом году был лучшим ассистентом высшего дивизиона, Павел Гайоланов идет с 11 передачами на втором месте, и тройку замыкает Игорь Фомич, 11 передач, отметим мы Романа Федорина, полузащитника трех звездочек, только-только недавно пришел человек команды в трансферное окно, а уже четвертый ассистент лиги с девятью передачами. Дальше Григорий Герасимов, Константин Сутармин, игроки, соответственно, Ниги и столица Артель, Денис Коновод из техносилы, Цирин Игорь, у него тоже 8 передач, это вот футболисты там с шестого по восьмое место делят по климам и передачам, и по гол плюс пас Игорь Фомич, 31 балл, Евгений Шендрик, 29 баллов, Павел Голланов, 25 баллов. Остальных вы сейчас лучших по гол плюс пас видите на своих экранах. На этом, я думаю, Антон, о высшей лиге все, давай плавно переходить к первому дивизиону. Давай. Ну вот, переходим мы, наконец, к первому дивизиону Юго-Западной лиги ЛФЛ. Давайте сразу же начнем с результатов этих выходных. Торпеда Гагаринский проигрывает Карбланшу со счетом 2-6, Тонна проигрывает в зрелищном матче Метрологику со счетом 7-6, чемпионат уверенно обыгрывает Прайд со счетом 6-0, Росвайн Апотека не имеет проблем с Селестой, побеждая их со счетом 3-0, Атлас можно сказать сенсационно, неожиданно побеждает трейдер Тим Гуф со счетом 6-2, ничего сенсационного в этой победе нет, а именно счет итоговый, который был на табло, вот это немножко сенсация. Нибиру выигрывает важный для себя матч у Алмаза со счетом 7-5, трейдер Тим Гуф в воскресенье уже берет реванш за поражение от Атласа и, можно сказать, всю свою злость они выносят на вершину, обыгрывая ее 6-0, приоритет обыгрывает Кооператив Озеро со счетом 3-1, и Хэнголвер оказывается сильнее Химика со счетом 4-2. Давайте перейдем к турнирной таблице, видим мы, что наверху у нас Росвоенопотека, имея 40 очков в своем активе после 15 матчей, чемпионат сыграл на одну игру меньше, 14 игр, 39 очков у команды, это пока что команды, находящиеся в зоне прямого выхода высший дивизион, приоритет на третьем месте 34 балла после 15 игр, Атласа 30 очков 15 матчей, и трейдер Тим Гувса 29 очков после 15 игр, это команды в зону плей-офф пока что выходят, ММФ 2 стабильно, 5-6 место, 28 очков, сейчас на 6-ом они 28 очков после 15 матчей, у Прайда, который на 7-ом 15 игр, 28 очков, у Селеста на 2 очка поменьше, и после 15 игр 26 баллов, и дальше у нас такой вот уже начинается разрыв, кооператив Озера на 9-ом месте, 20 очков после 14 игр, и вершина те же 20 очков имеет после 16 матчей, такая вот у нас верхушка, первые 10 команд, на вылет стоят напрямую 4 команды вылетает из-за того, что КАМАЗ и Айсберг у нас покинули Химик 7 очков, Торпедо Гагаринский 8 очков, Метра Лоджит 9 очков, Нибиро 10, и в зоне плей-офф пока что Карбланш с 13 баллами, ну недалеко там и Тонна, и Алмаз, у которых соответственно 14-16 баллов, да и Хэнговер с 18 баллами не так уж и далеко убежал, отмечаемая плотность результатов, любая команда может в принципе теоретически отобрать очки у любой другого соперника, ну кроме наверное там Росвоенапотека и чемпионат стоят особняком, но оно и не мудрено, первое и второе место занимают команды, давай все-таки чуть-чуть пройдемся по результатам туры, которые уже оглашали просто обсудим матч, торпеда Карбланш, суббота утро, 6-2 выигрывает Карбланш, Карбланш вообще в последнее время начал набирать обороты, помним мы и победу над Росвоенапотекой, и игру с чемпионатом, где команда вела 2-0, на последней минуте упустила победу со счетом 3-2, и в принципе конечно же подопечные чентурии гиглы находят свою игру, там и трансферная политика идет, выбираются они потихонечку из этого подвала, торпеда же после неудачи на трансферной рынке, хотели они некоторых футболистов Айсберга заиграть у себя, но не получилось, пока что не может найти какой-то баланс. Дополняет все равно Дмитрий Цыплаков все равно работает там двоих-троих заявили, в принципе потихоньку я думаю тихо-мирно выбраться опять же повторюсь как и по аналогии с некоторыми командами вышли не дай бог будет слишком поздно главное успеть потому что ситуация в принципе сейчас она еще выглядит не безнадежной то есть условно говоря торпеда от 13 места сейчас всего отделяет 6 очков тонны нестабильно выступает в принципе догнать можно карт-бланш последние результаты вселяют уверенность в том, что эта команда сейчас будет расти и мне кажется при должном отношении могут они начинать подпирать и вершину с кооперативом так потихонечку так что же вершину с кооперативом показывает нестабильность результатов то есть ну есть команда да и внизу которые у нас выделяются есть команда которые очень сильно выделяются вверх но про торпеда сейчас не знаю два-три матча надо посмотреть надо посмотреть до конца первый круг как раз осталось и уже там оценим полностью после первого круга уже глобальный проведем анализ как вот сегодня мы высшей лиге делали глобальный анализ и большее время передачи потратили на высшую лигу в первой лиге закончится первый круг и у нас уже понятно что идут дублем высшие и первые больше времени посвятим после первой лиги как раз так и будет то на метрологик матч одних из старейших команд юго-запада еще в первом чемпионате на академичке на земле принимали участие в высшей лиге те два коллектива и никуда не надевались Тона долгое время играла в вышке метрологик там спустя какое-то время вылетел но тоже было возвращение в вышку сейчас в первой лиге команда Тона последние годы балансирует между вышкой и первой в итоге выдают результативную игру 7-6 метрологик побеждает очень важная победа если там у дубля во второй лиге дела обстоят хорошо то у основы дела конечно не блестящие вот эта победа наверное как воздух была нужна Тона мы хвалили ее в прошлом передаче и в целом конечно же ребята доберут они по турнирной таблице ну вот я вот этот результат могу оценить как метрологику было нужнее ну да не более того чемпионат прайд 6-0 мне кажется ну тут говорить особо даже и нечем 6-0 чемпионат побеждает прайд довольно агрессивно реагировал на соперника очень много желтых карточек там целый желтый такой водопад или звездопад был от Владимира Егорова битры этой встречи и все карточки получили футболисты прайда не смогли где-то с эмоциями они совладать где-то не успевали за футболистами чемпионата но прайду не унывать проиграли проиграли команда близка к зоне плей-офф может за нее легко зацепиться побороться потому что показывает практика вот прошлый плей-офф помнишь там МФ-2 там в одном ударе команда которая с 5-го места попала в плей-офф была в одном ударе от выхода в высшую лигу неизвестно бы что там было но если констатировать в общем по прайду то прайд проиграл обоим лидерам своего дивизиона в предыдущем туре проиграли Росвоенопотеки сейчас чемпионат ну понятно что пока данные коллективы которые в топе идут первого дивизиона пока не по зубам просто пройду а по поводу эмоциональности с Росвоенопотекой было показано 8 желтых карточек в две стороны было и удаление там то есть в принципе эмоциональная игра от прайда ну это уже как фишка этой команды ну да ребята как бы у них не получается заводится понятно ну переживают за результат каждый переживает за результат по-своему кто-то там на судью орет кто-то там я не знаю ищет болельщиков на трибунах которые не угодны ему кто-то там еще что-то ну прайд реагирует на все ну и в прайде отметим мы обретает свои хорошие игровые кондиции Антон Гвоздухин долго он не играл там три с половиной года у него была пауза в футболе вот он известный человек там и в плане медиа там можете ну кто-то знает не знает там вбейте в интернете поймете кто это играет и помогает он команде и добритая к кондиции повторюсь молодец удачи про это хороший состав хороший состав и очковый запас у них сейчас неплохой в пятерку попадая там уже фортуна если повернется лицом то почему бы и нет ну да чемпионат же мне кажется Виктор Белов уже выводил команду из первой дивизионы высшей правда назывался чемпионатом Ефи потом она уже высшей лиги была переименована в чемпионат опыт выхода есть состав для первой дивизионы более чем я думаю все должно получиться результаты это показывают главное не потерять в трансферное окно опять каких-то футболистов и чемпионат все будет хорошо да всего лишь одно поражение напомним это поражение было от ипотеки которую сейчас по потерянным они в принципе могут и обойти обойти переходим к росвоей ипотеке росвоей ипотеки встречалась с Селестой потенциально хорошая игра Селеста обладает хорошей группы футболистов росвоей ипотека лидер лидер по игре лидер по подходу и 3-0 побеждает росвоей ипотека чуть поподробнее ты нам расскажешь об этой встрече расскажу конечно росвоей ипотека Селеста матч начался очень агрессивно со стороны обеих команд вследствие чего там первые 10-15 минут были показаны сразу подвижил текарщики обе стороны после этого ребята занялись футболом ипотека забила два мяча потом было назначено пенальти ворота ипотеки которую Селеста не смогла реализовать то есть в принципе была была возможность зацепиться но вот единственное что могло им помочь перевнуть игру они не воспользовались и соответственно ипотека уверена как уже показывала она неоднократно в этом чемпионате если соперник не пользуется слабиной которую ипотека как и любая другая команда дает в каждой игре свои 5-7-10 минут мы это знаем ну и спокойно довела матч до уверенной победы что-то мега выдающегося Селеста в этой игре не сделала а ипотека много не забила много еще хороших взмысловатых комбинаций не довела до логичного итога ну что же Селеста продолжает борьбу за зону плей-офф Росвайн ипотека лидер давай слово лидерам Александр прошен главный тренер Росвайн ипотеки после матча с Селестой Александр поздравляю с уверенной победой расскажите как вам игра игра достаточно простая была в принципе команда соперника не поставила каких-то неразрешимых задач поэтому играли от себя спокойно решили по итогу тренок поэтому в принципе доволен результатом готовились к этому сопернику нет мы специально никакой команде не готовимся кроме лидеров это чемпионат атлас нам понравился все команды середины турнира таблицы мы стараемся играть от своей игры а не от соперника спасибо желаю удачи спасибо видишь говорит Александр о том что понравилась ему только чемпионат команда понравился ему атлас под остальных соперников они не просматривают не готовятся типа с крепкими середняками он считает что должна обыгрывать без проблем футболисты в своей ипотеке ну и пока что все получается только с карбаншем там сбой произошел а так все пока идет очень даже хорошо субботняя программа продолжилась доигровкой матч 16 тура атлас трейдер тим гуфс две команды которые прошу прощения конечно же не лидируют а представляют нашу команду в лиге москвы очная игра у них произошла как раз и перенос был матч 16 тура из-за того что в прошлые выходные в позапрошлые выходные команды играли на матче на лигу москвы и атлас переносил эту игру имели они право сделать это по регламенту и в итоге победа атласа вроде повели сначала футболисты атласа со счетом 1-0 футболисты тим счет сравняли но дальше забивали три мяча забил атлас 4-1 дальше 4-2 там игре титов дубль сделал трейдер сделал счет ну и под конец еще дважды атлас отличился максим адаксин капитан команды вдохновитель гость нашей передачи игрок сборной юго-запада забил три мяча константин торди евгений савельев и иван ершов иван ершов опытнейший нападающий много поиграл в лфл за альбион он и западный в первой и в премьер лиге играл поэтому атлас реабилитировался за домашнее поражение в еврокубках от витязя ну а трейдер тим гуфс ну конечно никто не ожидал что с таким счетом не закончится матч я ожидал и работал я на этой игре что будет равная игра но атлас выиграл по делу действительно здесь даже никаких возражений быть не может давай слово максиму адаксину после матча атлас трейдер тим гуфс максим поздравляю вас уверен победы с крупным счетом как игра развивалась расскажи удивление не сложная игра была для нас поэтому мы готовились к тяжелее в матче по погоде по составу игра нормально сложилась как ты думаешь что не сложилось у соперника ни с понятием не знаю это не моя работа разбирать игру мне все равно если честно мы выиграли получается готовились к трейдерам настраивались да в американку сыграли в среду залетел а давай видел спасибо желаю удачи ну а если говорить о турнирных перспективах то команды конечно же должны быть по задачам по составу в плей-офф и атлас и трейдер тим гуфс а там если кто-то начнет буксовать из лидеров то может быть и в первую двойку они запрыгнут вполне почему нет дальше воскресная программа у нас первая дивизиона Нибиру Алмаз Нибиру команда которая была на грани снятия и думал руководитель этой команды вообще оставлять ее в турнире но слава богу Нибиру остались произошли некоторые изменения в составе Алмаз же мы помним интервью Олега Твердова когда он говорил о том что в этом сезоне задача закрепиться в первом дивизионе никаких сверхзадач они перед собой не ставят ну и победа Нибиру очень важный как поговорили про метрологик что он был нужнее видимо вот и Нибиру примерно по схожей схеме решил действовать что им нужнее взяли и победили Алмаз ну Нибиру колледж мне пришлось работать на этой встрече если честно скажу честно с виду мне показалось то что ребята с разных вообще абсолютно полюсов турниром таблицы играют то что очень легко Нибиру забил два мяча шло тихо спокойно Алмаз не создал толком ни одного момента какие-то попытки издали были там забить ничего Нибиру забивает два потом после этого наступает некая расслабленность Алмаз тут же включается отыгрывается два два потом назначается пенальти Алмаз выходит вперед три-два казалось бы вот она перевернули и уже так на позитивном ладе ребята играли но ребята из Нибиру были немножко иные мнения на сей счет они просто в ответ забивают четыре то есть видать вот эти догонялки Алмаз просто может психологически где-то не выдержал думали что сломались а в итоге сломались сами вверх закончился счетом шесть-три в начале второго тайма в первой пятиминутке Нибиру забивает седьмой мяч счет становится совсем неприличным семь-три ну и в принципе после этого спокойная игра была понятно что Нибиру уже особо ничего не нужно было зачем припредить четыре мяча куда-то нестись мы с тобой знаем о том что если нестись при крупном счете можно вообще в обратку получить такое что потом разбирать будешь полгода ну в принципе любители показали любители показали в Еврокубках яркий пример до 5059 Нибиру тихо спокойно довел мяч матч до победного конца 7-5 то есть в принципе все ожидаемое и после игры я не видел разочарования на лицах игроков алмаза нет все по делу ребята сами понимают позитивные ребята друг друга там иногда не совсем с употреблением нормативной лексики они там подкалывали всю игру ну это понятно ну то есть никто не плакал это алмаз давай Илья Лавриненко человек имеющий в своем опыте в ОФЛ игру за первую сборную юго-запада ныне футболиста Нибиру его после матча интервью давайте послушаем Илья поздравляю с победой 7-5 расскажи как игра развивалась спасибо у нас сегодня со стороны были проблемы приехали играли без замен вот так чисто пас спокойненько пытались отыграть команда позволяла играть пас мы отыграли через пас и забивали встану готовились к алмазу нет если честно и так как обычно ну как тебе команда это ну честно говоря слабоват слабоват есть да посильные команды намного с которыми мы играем не очень правда но команду давай играть мы выиграли ну желаю Даня чтобы тоже победить спасибо большое трейдер 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 Тим Гуфс после поражения от от Атласа встречался с вершиной вершина крепкая команда которая в принципе никому просто так не уступит всегда такая ровно плотная борьба навязывается помню я матч вершины с Росвоенной ипотекой где было поражение в один мяч помню игру и с приоритетом где тоже там в два мяча по-моему ему всего лишь проиграла вершина и здесь с трейдером ну трейдер видимо был очень злой были сделаны выводы после поражения от Атласа и 6-0 трейдер все-таки показывает то что команда серьезно на что-то претендует в этом сезоне ну даже не знаю что сказать еще по этому матчу можно если уж говорить о трейдере в воскресенье могу сказать что где-то с 10 с 11 утра я видел то что Владимир Гуляшин уже был на стадионе смотрел присматривался не знаю может кого-то из соперников будущих смотрел получше что-то но да субботний результат повлиял на то как команда выглядела уже в воскресенье ну вообще Владимира можно встретить на стадионе юго-западной лиги других лиг не знаю но он очень внимательно следит за низшими дивизионами и если кто-то по статистике выделяется или же просто какие-то хорошие отзывы он ездит лично сам смотрит игроков то есть селекционная работа в трейдере ведется и это правильно команда должна прогрессировать поэтому что вполне возможно что Владимир кого-то присматривал уже под зимнее трансферное окно вполне возможно тем более команда не так уверенно еще закрепилась в пятерке людей которые попадают в плей-офф и в принципе я думаю более комфортно трейдер хочет себя чувствовать и не то что на финише а уже сейчас перед зимней паузой ну трейдер конечно губит большое количество пропущенных мячей если по забитым все хорошо там 83 мяча чемпионат 84 то вот на контрасте чемпионат пропущено 19 а вот трейдер на секундочку 54 это гораздо больше почти да то есть оборонительная линия вратарь ну не знаю там это все взаимодействие команды ведется я думаю что работа ведется и Владимир разберется плюс там Василий Янатовский Виталий Кулев там люди которые видели футбол на самом высоком уровне и там все будет хорошо вообще даже ни на секундочку не сомневаюсь все мы хотим позвать в студию Василия Янатовского или Владимира Гришинова но не получается у нас никак состыковаться это сделать надеюсь что когда-то это случится и услышим их голоса и видим их в нашей студии хотелось бы да было бы очень 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 интересно далее у нас началась вечерняя воскресная сессия начиная футбольная лига как мы ее судьи иногда между собой называем приоритет встречался с кооперативом озера приоритет хорошая обновленная команда об этом нам и в интервью после матча он скажет Дмитрий Чумаков руководитель приоритета играют они с кооперативом озера озеро классно стартовали виделись они как явно команда которая может попасть спокойно в плей-офф но дальше начались вечные проблемы с марта кооператива озера недоезд футболистов даже перед последней встречей находился я рядом с Дмитрием Корабельниковым футболистом и капитаном ну не капитаном а одним из организаторов кооператива озера духовным вдохновителем и до игры 30 минут ведет звонок от какого-то футболиста я сегодня не приеду и как бы ну все мы знаем потому что мы и некоторая часть футболистов нынешнего озера играла в крыльсоветах где мы оба принимали непосредственное участие и знаем что есть к сожалению ребята проблемы с явками на матч пытается Дмитрий как-то исправить ситуацию но пока из года в год из года в год повторяется одно и то же где-то чуть-чуть не хватает им всегда чтобы каких-то этих очков чтобы каких-то целей турнирных достичь приоритет выигрывает 3-1 приоритет причем тоже играл не основным составом Дмитрий Чумаков ну рассказал нам о том что это мы в принципе знали так что сборная мира костяк сейчас нового приоритета составляется но играли они за институт конечно же Дмитрий сказал что вышли футболисты которые два с половиной три месяца не играли в футбол не тренировались ну конечно же лукавит какой футболист да ну будет без тренингов где-то кто-то играет там есть куча стадионов где-то по будням можно играть ну вот вышли в общем и обыграли с отсчетом 3-1 футболиста приоритета своих соперников уверен они на третьем месте пока что такой отрывчик небольшой у них есть 34 очка а озеро 9 место 20 очков такой крепкий середняк сейчас конечно же по нынешней ситуации нельзя говорить о том что эта команда попадет в плей-офф скорее нет ну уже почти 10 очков поэтому да шансы пают на глазах давайте дадим слово Дмитрию Чумакову после этой игры Дима поздравляю с победой расскажи об игре спасибо игра была равная очень плотная в первом тайме к сожалению мы первые пропустили свои моменты реализовать не получилось только в концовке сумели отыграться вот у нас еще большинство игроков команду формирует костяк из сборной мира они к сожалению вынуждены были были уехать на игру за университет и поэтому пришлось выходить резервистам в том числе там которые месяц месяц два месяца не играли не тренировались и решили просто уйти в оборону и сконцентрироваться на своих моментах на контратаках что собственно и получилось сделать поэтому в целом довольны результатом особенно если посчитать пятерых-шестерых основных игроков не было результат достойный все довольны по самоотдаче к ребятам вопросов нет я думаю будет небольшое подспорье командному духу нашему в следующих играх постараемся уже основой выйти на серию из побед расскажи пожалуйста как вам выступление в первом дивизионе ну мы готовились весь прошлый сезон планомерно к выходу в первую лигу вот и сделали несколько трансферов хороших вот расширили скамейку к сожалению вот получается не всегда собрать полный состав так вообще где-то у нас обойма из 18 игроков но некоторые как я уже говорил ребята играют за сборной и не всегда получается всех собирать но я думаю если получится выйти в первый ну из первого высший дивизион то уже явка будет другая и уже наверное будет фактически полтора-два состава на каждую игру и можно уже будет какие-то домашние заготовки показывать более там интересный футбол и вообще мы ставим в основном атакующий футбол там стенки забегания вот контрпрессинг но сегодня не смогли сыграть свой футбол ввиду кадровых потерь поэтому так сыграли прагматично но результатом довольно желаю удачи чтобы вы могли выше выйти и последний матч первой дивизионной в эти выходные химик встречался с хэнговером и проиграл химик со счетом 4-2 обидное должно быть поражение для команды Геннадия Коса повели они в счете со счетом 1-0 дальше пенальти причем знаешь пенальти такой ну редко такие пенальти вообще увидишь штрафной удар исполняли футболиста хэнговера и два человека в стенке в штрафной площадке находились идет удар и мяч я даже не покажу как это умудрился сделать футболист химика мяч после этого удара у него просто вот так на руке висел вот поэтому был назначен пенальти футболист может там зафиксировал рогби еще стоял с ним где-то 2-3 секунды потом его вот так вот скинул мое потом да ну это знаешь такие комические как вот мы видели от вратаря к сожалению матч на видео не попал мы видели голы которые в исполнении вратаря трансгаранта ну вот примерно в этот же хит-парад нужно было ляпы тура или ляпы недели да счет 1-1 в начале второго тайма был назначен пенальти в воротах хэнговера конечно же по версии тренерского штаба хэнговера очередной несправедливый пенальти очередной несправедливый пенальти полевые игроки правда и сам фаливший игрок так не считал после матча но его мнение не важно нет не важно но это не суть важно на трише не сфалили Даниил сам же пошел бить этот пенальти уже сколько слов сказано о том что на ком сфалили не надо чтобы этот человек И счет остается без изменений. Дальше два гола забивает футболиста Хэнговер, но играли они реально лучше. Вообще Хэнговер мне очень нравится. Команда играет в темповой агрессивный футбол. И Родион Масюк также охарактеризовал его агрессивный, причем агрессивный по-хорошему. Молодая команда, чуть-чуть бы только эмоции от бровки шли бы поменьше или были направлены они больше на футбол, а не на чью-либо работу. Хотелось бы на это обратить внимание, что надо в первую очередь на себя смотреть, а потом уже о чем-то, о ком-то других говорить. Не про всех я говорю сейчас, игроков Хэнговера. И 3-1. Дальше уже казалось бы, что матч идет к справедливой победе Хэнговера. Сбивает Химик гол. Счет становится 3-2. И вроде должна быть какая-то такая концовка интересная. Она и была, но Химик пошел в атаку, там произошел очередной провал, проход, и Хэнговер с финальным свистком забивает четвертый мяч. Опять же, госправедливая победа со счетом 4-2. Очень нужная для команды 11 место, 18 очков, отрыв от этой зоны вылета. Туда, ближе к середнякам, отправляется Хэнговер. Давай Вячеславу Музыке, футболисту Хэнговер, дадим слово после. Слава, поздравляю с победой. Расскажи об игре. Спасибо. Очень интересная игра, хороший соперник. Ребятки неплохо двигались они, старались, но нам где-то чуть больше повезло. Где-то просто лучше сыграли. Командное взаимодействие сегодня хорошее было. В принципе, игра понравилась. Все молодцы. С вами на колен. Расскажи, пожалуйста, готовились к этому сопернику? Нет, персонально по соперникам не готовимся. Просто готовимся ко всем играм одинаково. Главное, чтобы функционально были готовы. Много народу, много замен было. Так что хороший сбор и, соответственно, результат положительный. Спасибо. Желаю побед дальше. Ну, а Химику пожелаем поскорее решить свои проблемы. Выбираться с одной турнирной таблицы, конечно, тяжело. Да, есть трансферные успехи. Олег Пещеров вернулся в команду. Но, опять же, есть риск потерять и Даниилу Тришин. Даниил Тришин очень неплохо себя показал на чемпионате России в Сочи за Барселону. Он там играл. Команда из АФЛ. И есть, как я понимаю, какие-то предложения о продолжении карьеры именно в любительской футбольной лиге. Даже не в юго-западной уже, а у Даниилу. Будет он, я думаю, смотреть, думать. Ну, что-то мне подсказывает, что все равно останется. Он какая-то у них такая уже дружба, как есть с Геннадьем Леонидовичем. Да, да, да. Что не бросит, мне кажется, Даниил. В тяжелый момент. В тяжелый момент Геннадьем Леонидовичем. На этом, пожалуй, можно переходить к бомбардирам высшего дивизиона. Первого дивизиона юго-западной лиги. Павел Артюнян, нападающий трейдер Тим Гурс. Прекрасный футболист, классно исполняет стандарты, сбивает красивые мячи. 30 мячей у него на счету. Игорь Дормаков, нападающий Росвоенной потеки. На втором месте 24 забитых мяча. Ливан Курцекидзе 21 мяч забил. Андрей Овичкин из вершины 19 мячей. Но Андрея уже в составе команды нет. Ушел он в западную пермирую лигу играть. И Даниил Тришин пятерку замыкает с 19 забитыми мячами. Отмечу я, что он на шестом месте Алексей Яньков, нападающий Хэнговера. Играл Алексей в разных командах второго, даже третьего дивизионов у нас. И выделялся. Но вот нашел, видимо, свою команду. И, конечно же, на острие Хэнговера он здорово смотрится. В ассистентах у нас снова фамилия Рутюнян на первом месте. 20 баллов. Бадуров, Зулфикор, Хэнговер. Выделяется он своими игровыми действиями на поле. 18 голевых передач. И Андрей Зайцев, трейдер Тим Гусс. На третьем месте 17 голевых передач. Также в пятерке Владимир Жандаров. Игрок для молодежной сборной Юго-Запада. Из пиоритета он 14 голевых передач. И Павел Борискин, неунывающий ветеран, можно сказать, Юго-Западного футбола. 14 голевых передач. Также имеет в своем активе. И гол плюс пас. Естественно, Павел Рутюнян. 50 баллов. 30 мячей, 20 передач. С большим отрывом он от Дормакова. Дормаков 35 баллов из-за своей апотеки. Курцекидзе из чемпионата 34 балла. Он имеет в своем активе. Зайцев из трейдер Тим Гусс. Также имеет 34 балла на четвертом месте. И Жандаров, о котором мы говорили, на пятом месте 28 баллов. Ну что же, на этом давайте будем заканчивать нашу передачу. Следующая передача будет посвящена матчам на Лигу и Кубок Москвы. И полностью второму дивизиону. На этом разрешите откланяться. С вами был я, Михаил Першин. И Антон Погодин. До свидания. До скорых встреч.